Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня есть фотография одна. Узнаете? Узнаешь? Стадион Локомотив влюблено, зарос который, да? Там, кстати, мне прислали фотографии тут ребята. Начали реконструировать трибуну чинить. Не знаю, что там будет. Да, расскажи, пожалуйста. Какая фотография? Неожиданная, приятная неожиданность. Она вчера... Приятная неожиданность, потому что это, потому что здесь я провел молодые годы, тренируюсь за смену московскую детскую школу. Вот здесь справа за стадионом находится школа 1148, где я учился. Вот, и вот мы со школы сразу тренировка. Утром тренировка, потом учеба и вечером тренировка. У вас нормально? У вас получается поле прямо около школы было? Потом во дворах мы там 10-11 класс, 30-35 школа там с рэгбистами вместе. Там рэгбисты были и футболисты. Ну, горючее смесь тяжело было. Газон под рэгбистов был или хороший? Нет, там никогда не было хорошего поля, как обычная классика советская. Только где угловые были углы вот эти в трое. А все остальное песочек. Ну, мы всех ловили. ЦСКА, Спартак приезжали. Они нас в манеже там по пять. Нет, на Спартак вряд ли? А? Нет, Спартак вряд ли. Нет, Спартак ловили. На этом поле всех ловили. Спартак, Динамо, всех пацанов ловили по детско-юношескому футболу. А ну, они нас в манеже там. Ну, манеж без шанса. По шесть, по пять. К сожалению, школа переехала уже там в Капотню. Вообще далеко, да, там совсем. А смена Капотня, вот эта? Да, эта смена, вот она... Тоже прекрасная поля. Да, вообще школа у нас такая хорошая. Не знаю, ты знаешь же смену? Конечно. Ты же играл, конечно, да. Там Дима Хлистов, воспитанник смены, Березуцкий и Вася с Лешей воспитанники. То есть школа такая, достаточно хорошая, много всегда ребят давала. Не, ну Березуцкий как хорош. Бажен три года у нас был. Там Игорь Семутенков тоже года три занимался, если я не ошибаюсь. Ну, там у нас стенд всегда висел большой, еще мы маленькие были. Вообще школа базировалась изначально дворец пионеров и школьников. Если кто знает, Люблино. Это улица Шкулева, где пруды люблинские. Ты на первую руку поймал? Нет. Кстати, вот знаешь, зимой прогуливали школу, помню зимой, и подлёдную окунень там ловили. Но это уже было так класс. Класс седьмой, восьмой раз вместо школы, что будем делать? Это у нас в середине программа будет. Пошли порыбачим, да. У нас там были любители. Вот, зимняя рыбалка присутствовала, было на этом пруду. Кстати, насколько я знаю, знаешь, я помню, кто-то пытался там с локомотива приехать как бы и забрать стадион. С локомотива именно кто-то из бывших игроков. Хотели там академию сделать, но не отдали. И вот очень жалко, что пустует, конечно, стадион. Может быть, реконструировать, сейчас только хорошего делается. Постелить там искусственное поле. Там для команды второй лиги, да, хорошие условия. Команду второй лиги можно делать спокойно. Дима, не хочешь вложиться? Что, взять команду второй лиги? Нет, Дима уже вложился в этот, в велосипед для Чертанова. А что? Ну, расскажите про, расскажи, пожалуйста, про первые шаги. Как к футболу всё-таки пришел? Да, слушайте, опять же говорю, в советское время было всё банально. Пришел учитель физкультуры и сказал, ребята, вот приходил тренер, идёт набор. Как бы мне там ехать от Кузьминок, там, три остановки на троллейбусе. Отец меня привёл, взял, привёл, начал заниматься. Какой-то отбор был, я помню, много было мальчиков. Не помнишь, как проходил отбор? Я помню свой просто. Мне дали мяч, я там два раза. Ладно, приходи. А меня знаешь, как взяли? Меня взяли Бен, он активный, научил играть. Да, я так, в принципе, и в футбол играл, до Спартака. Носил с этого от флажка до флажка, в принципе, и всё. Такие, вот это борода, берём. Да, тогда только да. Нет, тогда вот здесь ещё нормально всё было. Ещё волосы были? С пробором, конечно. С пробором. Да. И смену я начал заниматься, вот, 78-й год. Раньше не было, сейчас такая идёт текучка, по полгода меняют, привозят детей. Мы чётко, вот у нас было, вот сколько человек там, 18, плюс-минус 2-3, может быть, добавлялось. Но вот чётко у нас было 18 человек, с кем мы прошли вот от 8 лет до 16. То есть сейчас что происходит в детских школах? Вот эти ротации детей, я не знаю, тренер работает год-два. Может быть, я честно говорю, я не окунался в детский юношеский футбол. Меня Сергей Юрьевич Родионов приглашал в Академию Спартака поработать. Я там, ну, ходил как бы 3-4 дня, смотрел. Ну, потом возник вариант с дублем торпеды. Я всё-таки решил постарше с пацанами начать работать. Потому что всё-таки детский юношеский футбол, это штучная профессия тренера детский юношеский. Но дело не в этом. Я вот сейчас не понимаю, знаешь, два года один тренер работает, потом отдают другому, потом третьему. То есть, может быть, нет. Может быть, конечно, есть кто-то с мальчишками возится, кому-то подростковый, кому-то выпускной нужен. Может быть, я ни в коем случае не хочу оспорить эту систему, но раньше вот нас тренер взял, мы 10 лет с ним вместе. Да, а ты помнишь, что говорил тренер, типа, раньше как, на результаты играли, или он нас учил? Нет, ну, мы, понимаете, результат, он всегда был. Ну, не было такого, да, чтобы там, я не знаю, я вот сейчас смотрю, и я, ну, раз свидетелем являюсь некоторых футбольных баталий в детском юношеском, как бы, да, спорте, футболе. Вот, ну, я иной раз, я вообще такое слышу от детских тренеров, ну, тут, честно говоря, прям ужасно, ну, такого не было у нас точно, чтобы мат-перемат, чтобы матом мне тренер что-то матом сказал, подсказал. Ну, там, как-то это, ну, бывает там, когда закипит, может быть, это вообще речащий. Ты в детстве не был? Да, у меня наоборот. Ну, не помню, я чтобы у нас, у меня вот Владимир Петрович Евсеев. А ты к этому как относишься? Ну, в детском юношеском, ну, я не знаю, знаешь, ну, выпускникам еще, ладно, там, 16, там, еще, ладно, туда не шло, ну, когда там детям, там, 9-10 лет, не знаю, мне кажется. Ну, сейчас такая молодежь просто. Может быть, Дим, я становился на счет. Раньше мы другие были вообще. Вообще было пофигу. Да, а сейчас приходит он еще и тренером, можно сказать. Нет, понимаешь, я столкнулся первый раз, вот, как бы, сэн, когда я попал в Ностону-Атроицкую, мой первый опыт в второй лиге, я здесь как бы отыграл, там, в смене вот была третья лига, может, ты помнишь, застал, не застал? Ты 87-го? 87-го. Вот, то есть 90-е, там, года, середина 90-х, был первенство третьей лиги, там были все дубли играли, то есть было 22 команды, ты можешь себе представить? Ну, мы там за сезон 40 минимум игр там с лишним, да, плюс кубок. Вот, столько было здесь команд, это только московский регион, плюс все дубли. То есть такой хороший уровень был. И вот тогда, ну, может быть, тогда я столкнулся, когда, знаешь, когда там, ну, партнеры постарше, там, поопытнее, да, естественно, там, это нормально. Ну, о чем ты начал разговор сейчас, люди там начинают, тренер начинает там говорить, там, или что-то, да, с каким-то повышенным тоном, уже там реакция, видишь, что реакция неправильная, то есть какие-то обиды, еще что-то. Вот, ну, такой момент психологический. А в детском и южном футболе, конечно, мне кажется, это, ну, неправильно. О-хо-хо, дядя Гена, крокодил ты мой зелененький аллигатор хороший. Как дела? Чего так долго не открывал? Думал, коллекторы. Привет. Я, честно говоря, не очень рад тебя видеть, но проходи, располагайся. Ты же знаешь, это всегда взаимно. Давно у тебя не был. Коко. Эх. Смотри-ка, удобно, кстати. Да, мы с женой долго искали. Вот, наконец, нашли. Очень хорош. Ну, я тебя понимаю, потому что сам постоянно ищу, на какой-то хлам натыкаюсь. Ну, а тут находка прям, да, цвет такой приятный. Цвет? Угу. Да. Да и просто все. Бэмс. Ну, мы с женой, честно говоря, любим минимализм. Ну, и в целом, знаешь, такой интерфейс крутой. Крутое приложение. Интерфейс? Угу. Стоп. А ты о чем? Я про Винлайн, конечно. Ген, ты что? Я вообще в шоке. Тут все здорово так. Легко, доступно и приятно глазу. Захотел страницу хобби-хорстинга открыть сразу. Ты уже с тихами заговорил? Ну, а как тут иначе? Я говорил. Я же говорил, а вы меня не слушали. Винлайн делает разницу. Костенька, да ты кладись знаний, мой хороший. Будем прислушиваться к тебе. Правда, диван твой говно. Тогда, чтобы не было такой... Мы не заканчивали на такой ноте, что типа эти такие, эти другие. Чем нынешнее поколение лучше, чем ваше? Просто они немножко, знаешь, как тебе сказать, по отношению к делу, что ли, другие. Ну, я опять же говорю, у нас не было ни телефонов, ни гаджетов. Я же эту историю знаменитую, Дим, рассказываю. Я там захожу в раздевалку, а там, знаешь, я обычно заранее прихожу, там к тренировке готовишься, еще что-то. И там такая проходная раздевалка, и тренерская, знаешь, она отдельно. Но ты проходишь через раздевалку. Ну, я вот там за полтора часа, за два приезжаю. Ну, это вот буквально 4-5 лет назад было. Вот я еще там работал в второй лиге в команде. Вот. И я к чему... Сейчас поймете, к чему я веду. И я прошел, и сижу там, что-то своими делами занимаюсь. Тишина. Вообще, тихо, знаешь. Я так выхожу, а уже сидит 8 человек, знаешь, там, а они все это... Там, там, я говорю, слушайте, вы что, вы хоть пообщайтесь. Раньше в раздевалку придешь, ветераны там до тренировки уже пресс накачал, у тебя уже кубики, е-мое, там насмеялся, один одну историю рассказал, другой, другое. И, понимаешь, вот коммуникабельность вот эта была у людей, понимаешь, а это на поле тоже перенос. Это не только, понимаешь, в жизни. То есть люди, они, понимаешь, информации, там, сколько этих, там, он там, анекдоты, истории, там, это... Это же тоже определенный момент, понимаешь, что и ты на поле потом, не зря же заставляли там шахматы играть, еще что-то. Где-то и пошутить. Да, да, а сейчас они говорят, е-мое, вы хоть рассказали, что вы вчера делали, а что они вчера делали. А в те, то же самое они делали, сидели до двух ночи и спали. Поэтому они не хуже, ни в коем случае они не хуже, чем они лучше. Да такие же, такие же пацаны, в принципе, такие же аббициозные, может быть, и тренируются, и стараются, вот на всяком случае я как сталкивался. Но у них, как бы, мое мнение, мне кажется, что футбол у них не на первом месте. Не на первом. Вот и все. Вот в это может быть различие какое-то. Плюс характер, знаешь, замечаете, вот такие они, блин. Как бы, мне кажется, то поколение, оно более такое... И это, конечно, а советские, это еще, да. Это к тому, что во дворе ты играешь в футбол, хоккей, я даже застал, а они играют в фифу, типа. Нет, это много, Дим, согласись с тобой. И я это не говорю, что это плохо, типа, я просто говорю, в чем различие. Да, во дворах раньше, да, пришел в хоккей, тебя там два раза припечатали, ты уже начинаешь думать, так, вот этот здоровый ливидитит уже... Это же тоже определенный момент, хитрость, оно все там развивается. То есть еще периодичность. Ты там во дворе, ты четыре часа в коробке, пять бегаешь, отстукиваешься об эту стенку. Это же тоже все элементы тренируются, ловкость, координация. А на тренировку сейчас пришел на полтора часа. И все. Все же это было, это же... Все это периодичность, частота повторений. Вот отсюда и техника, когда говорили, не было школ. Да это вся техника в советское время, там, индивидуальная техника, да потому что она вся была вот в коробках, во дворе, там, зимой хоккей, летом футбол, баскетбол, волейбол, там, учитель физкультуры, ну, вовсю играли, да, там, не знаю, как сейчас, честно говоря, не знаю. Я просто говорю, всегда можно что-то найти. И вот мы тоже пытаемся, там, эти ручные мячи, волейбол, мы все это добавляем. Я так попал в Томск, когда в Томск пришел, и первый сбор, конечно, в Кисловодске. И говорит, я не в Кисловодске, на 14 дней. И все, тоже неделю, ничего, я приезжаю, говорю, без мячей, с Петраковым сбором. Бег только, а вечером зал, и мы играли в баскетбол, волейбол, вот эти все игры, и качалка. И так 14 дней. Ну, прикольная или наоборот жизнь? Да, прикольная после Спартаковской школы, где мяч только, в принципе, был, я вообще офигел. Просто мне интересно, вот вы три футболиста, и мне интересно, все обычно говорят, что без мяча вообще неинтересно, скучно, мяч дайте. А были такие моменты, когда были тренировки без мяча, и вы такие, в целом ок. Нет, нам говорили, по мячу потом скучать будешь, и ты, когда выходишь на первую тренировку, начинаешь просто носиться, все, футбол, просто удовольствие получаешь. Кто-то именно так специально делал. Ну, типа, там, на третий сбор уже футбол. Нет, ну, согласен, конечно. Когда там три сбора, и там ты думаешь уже... Ну, когда, да, заберите мяч себе, дайте отпуск. А раньше три недели сбора были. Да. Да, там это, сейчас вот тоже к этому пришли, потому что билеты золотые. Сейчас три недели, я уже отвык от них. Тут поехали тут тоже небезызвестные команды, с которых ты знаешь, вот, и тоже три недели, но тяжело, конечно, 21 день, там, кто-то 28 сидит, еще что-то. А раньше тоже, в 90-е мы так же ездили, но самое главное, вот они там, знаешь, иной раз там плачут, ух, поле плохое, в Турции поле плохое, но там, знаешь, ну как... Да, да, да. Я говорю, ё-моё, вот ты вспомнил кисловодство, а я в хвост уездил. В хвост уездил. В хвост, в автоматическое же дело. Да, там по колено грязь, и ты вот это три недели... Да, там ты тренажерный назвал, это сказка, ё-моё. Ну, там тренажер такой, ты понимаешь, в 90-е. Трехразовые занятия на таком поле, да, я тебе говорю. Как НОСТа Новотройская разглядела молодого Дениса Константиновича Бояринцева? Ой, ну, опять же, вот... До сих пор загадка? Загадка? Нет, я, ну, всем, вы знаете, есть небезызвестный тоже человек, кто в Локомотиве, кстати, тоже работал, Беллидинов Ренат Саярович. Ты с ним работал в Локомотиве? Не тренировал, да, он тебя, по-моему, в разное время. Вот, и он в 97-м году, когда смена вот этой распалась, команда вот этой третьей лиги, была команда МИФИ такая создана. Что это за голову МИФИ? Потому что дети занимались у Рената Саяровича, по-моему, даже Дениар занимался там, начинал там, а потом Локомотив перешел. Была школа МИФИ, у них манеж был свой там на кошельке. Вот, и я провел сезон Беллидинов Ренат... А, причем, знаете, как он меня пригласил? Это вообще история, я, кстати, еще, по-моему, нигде не рассказывал. Наконец-то. Я работал в автопарке. Ну, было время такое тяжелое, я учился в институте, и работал в автобусном парке на Рязанке, там второй, по-моему, автобусный парк, или четвертый. Ты ездил? Мне кажется, у меня там бабушка работала. Да. Большой там проезжаешь еще. Да нет, это я вам предоставлю и рассказываю, как меня Ренат Саэрович в МИФИ пригласил. Ну, это вообще... Ну, бывает в жизни такое. Опять, ты же спросил, как меня в носу пригласили. Ну, так нарочно не придумаешь. Вот. Мы играли за смену и играли за автопарк. Халтурили. То есть мы там работали приемщиками подвижного состава. То есть смена с 7 до 4 утра. То есть автобусы приходят с рейсов, ты начинаешь там их принимать, проверять, что они не биты, и ничего, там ставишь, у них там все это. Или вторая колонна у меня, четвертый парк, вторая колонна. Ну, неважно. Но мужики вспомнят, там им привет большой. Не знаю, если они там живы еще. Сколько лет назад было-то? 25 там, они уже такие все были возрастные. И мы играли за этот парк еще. Вот. А сборную автопарков Москвы тренировал Беллидинов Ренат Саярович. И в манеже ЦСКА была игра. Не, вы представляете? В манеже ЦСКА была игра, и он меня запомнил по той игре. И он мне звонит, тогда еще не было мобильных телефонов. Еще такие были. И тут звонок. Здравствуйте. А мы играли-то, наверное, может, год назад. И вот это Беллидинов Ренат Саярович. Я вот возглавил сейчас команду МИФИ, хотел тебя пригласить. Ты же играл там за этот парк какой-то, там автобусный. За что третий автобус? Да, да. Я, говорю, играл, да, за Денис. Ну, да. И мы это... Я вот сыграл сезон МИФИ, и потом Беллидинов же Ренат Саярович меня прекомендовал Антиховичу Витру Петровичу на тот момент, тренеру Носта. Я приехал на просмотр в декабре. Вот. Чуть в обморок не упал, когда там ребята начали в костюмах заходить. Ротор, КамАЗ. Тогда они все в лучшей лиге играли. Я такой, е-мое, куда я приехал? Шансов нет. Вот. И прошел просмотр, и меня взяли в эту Носту, вот в команду, во вторую лигу. И вот с нее я как бы стартанул, оттолкнулся, пошел дальше. А какое главное впечатление? Первое, помимо того, что спортивные костюмы и роторы, там же у вас Виктор Гаус доигрывал, ну, из звездных таких ребят. Конечно, ну, я говорю, Крылья Совета в Самаре я просто не назвал. Там Витя Гаус был, там Олег Синелобов. Это вообще легенда еще пахтокора в советское время. У вас тогда феерили Филиппов, Вова Филиппов, бомбардир, Серега Бударин с Челябинска, нападающий, мощный бомбардир. У нас там Артем Дорофеев в Питерске, в Зените, он, кстати, в 80-х в конце еще там выходил, ну, не часто, но выходил. Там Дима Гаевой, нападающий. Там у нас в середине, там Миша Белов, с которым я вот тренерскую свою начал тоже совместную работу с ним, как бы он меня подтянул тоже. Из автобусного парка трансфер в Носту сразу с такими мужичками. Каково это? Чувствовалась разница? Чувствовалось, что не вывожу? Типа надо сверхусилие над собой делать, то, чтобы не выпасть из этого. Ты знаешь, ну, наверное, не зря меня порекомендовали, знаешь, как бы я вот, ты вопрос такой задал, а я на самом деле, там, знаешь, было 4 игры, я там сумасшедший выдал какой-то показатель, там, знаешь, я там голевых отдавал и 3 гола забил в 4-х матчах. Причем последнюю игру мы играли с командой, которая выходила из турецкого дивизиона, выходила в вышку. Вот, и мы выиграли 1-0, и я там в конце гол забил. Вот, и знаешь... 60 штрафного. Нет, 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 там люди отдавали, там только беги, между... Синелоб, по-моему, отдал мне Олег Синелоб между линиями, там, отдал, я убежал, там, и забил. Не, я к чему говорю, я к тому, что, знаешь, изначально, да, был так определенный такой мандраж, и все, а потом, знаешь, одна тренировка, вторая, ну, ты знаешь, тебе знакома, третья, и все, и ты спокойно влился, а потом еще и люди все футбольные, понимаешь, там уровень, вторая лига, уровень сумасшедший. Все прошли советскую школу, все прошли советскую первую лигу, а кто-то и вышки поиграл, там, пусть там сезон два, но все равно, то есть это какой уровень. Там сколько я там даю, там тренеры, работа, тренер, он сел, можно сидеть, курить, смотреть футбол, там люди на поле решают все вопросы. Это вот сейчас я удивляюсь, вот понимаешь, я работаю уже девятый год тренером, я тебе могу по пальцам пересчитать вот таких вот, которые сейчас, вот хотя бы один человек в команде по пальцам просто, который бы вот так команду на поле взял и привел в порядок. А ты стоишь там, как потерпевший, на этой бровке, и скачиваешь, все говорят, это вот тренер-дурак, там бегает, что-то скачет, что он... Он даже докричаться не может. Последнего меня выгнали. Не-не-не, я знаешь, к чему, Ир, к тому, что сейчас, я сам, мне самому не нравится, когда вот этот тренер набегает больше, чем игрок за матч. Я сам, ну это смотрится немножко, да, что-то недельный цикл там объяснял, там, готовил команду, и с первой минуты ты начинаешь. Харать, да. Моя кудача. Вот, ну, начинаешь все равно, начинаешь работать на бровке, потому что видишь, что, блин, ну, тяжело, никто не может, там где-то есть моменты. Готца добавляет. Даже не то же, знаешь, не то же тактически, а где-то кого-то подзавести, но кто-то выпал, и попал. Ты правильно же, это по-любому, это все равно слышно и передается эта история. ну, нет, а я знаешь, чему еще, потому что внутри поля люди, это, это как бы, тебе сказать, ну, как бы более действенно. Когда тренер, ты еще немножко против себя, игрока, он начинает, да что ты орешь, да это. А когда у тебя, внутри есть команда, игрок такой на поле, намного легче. Понимаешь, слушай, я помню, там чуть поплыл, что-нибудь оценил, там соперника. Сразу раз. Пять слов, пять слов, из них. Бывает три. Четыре матом, может, только по имени могли назвать, или там, и то, и то, и то в редком случае, там такие эпитеты. У меня пара вопросов про Носту еще. Там вот на выезде однажды был судейский скандал, когда к полю спустился мужчина и отменил пенальти. Было такое, да, я говорил об этом. Это самые дикие судейские пределы. Я тебе сейчас расскажу. Нет, это вообще представить невозможно. Я говорю, просто я такое вообще в первый раз видел. Может, это ВАР был просто? Это новое, ну, как бы, да, попытки, да, как бы, да. Введение ВАР. Еще тогда. Нет, просто человек спустился с трибуны, пенальти, счет 1-1, игра от ножа, вообще от ножа, там, ужас какой, там, этим-то надо вообще победу, там, просто нам-то как бы так, мы там болтаемся, болтаемся, ну, выиграть все равно премию, никто не отменял. Вот, и назначают пенальти, причем пенальти, причем где-то на ютюбе это было, пенальти, ну, вообще, вообще чистейший там, просто. Все, судья, уже мяч поставили, какой-то дядя спускается с трибуны, просто человек спустился с трибуны, подошел, подошел к нему судья, они поговорили пару минут, и судья такой, такой, вот так, он еще не делал, он там, говорит, это вот так, нет пенальти, мы, говорит, поговорили, пенальти нет, это сейчас телевизор, ну, мы же, ну, а как реакция? И мы проиграли, а что ты сделаешь, ну, реально, пенальти отменил, там, мы возмущаемся, а что мы сделаем? Ну, я тогда помощником был, не главным тренером, ну, побегал главный тренер, ну, черную, желтую, там, может быть, не помню, была, не была, ну, там удалил бы. Ну, а как-то на контроль берет, ну, какие-то... Так самое главное, там, знаешь, что самое главное было после игры? Да нет, я думаю, это можно рассказать, ничего страшного, как бы, тут, ну, просто вот, есть ситуации во второй лиге, ну, ему непостижим, просто закрыли судейскую, и все, не пустили ни протокол, ничего, а потом как-то замяли, и все это делали, и были личные хорошие отношения, там, где-то там, между клубами, я так понимаю, и просто, ну, пацаны все это, и поехали, оплеванные на автобусе, опять 10 часов домой. А как удалось в 2000 году заработать себе на первую квартиру в Москве? 2000, в 2000... Так это он выходил бы, он... С других матчей, он что так можно говорить? В 2000, нет, чуть попозже, да, мой, меня Рубин пригласил, Казанский, тогда еще играющий в первой лиге, ну, тот же Виктор Петрович. Мы сейчас вообще отдельно будем разговаривать про это еще, да, и я не пошел, в первый год, меня Виктор Петрович, Таня Тихович, звал в первый год, ушел Витя Гаусс, Вова Филиппов, ушли туда, в Рубин Казанский, а мы только вышли с Ностой. Но я думаю, я логически правильно подумал, потому что у Рубина была задача в премьер-лигу, вот, и как бы там и состав подбирался, я думал, что ну, в Носте здесь, ну, все, понимаешь, как бы я тут два года, как бы и... Уже все получил. Да, я думаю, знаешь, я уже такой коренной... Нет, не в этом дело. Я как бы тут игрок уже такой, я сто процентов, наверное, буду вот играть в составе, ну, лидер как бы там по всем показателям, я как бы взвесил все и подумал, что, наверное, в Рубин все-таки мне рановато, будет конкуренция, ну, не знаю, вот так почему-то я думал, не боялся я ее, ну, решил остаться в Новотроицке, да, потому что с командой только вышли, думаю, так будет правильнее. Вот, а потом я отыграл сезон, и вот первый сезон в первой лиге, вот, у меня не сказать, он фееричный получился там на забитые мячи, но у меня прям вот предложений было очень много, меня там и Тульский Арсенал звал, по первой лиге очень много предложений было, и вот меня Виктор Петрович опять позвал, и я пошел в Рубин, вот, и я помню, мы встречались, а я как бы там, с ребятами понимаю, какие там, ну, зарабатывают деньги, а мне всегда было неудобно, тогда-то вообще я пацан был, вот, и он мне сам как бы, я говорю, ну, говорит, ну, как раньше было, знаешь, что надо, ну, что нужно, скажи, что нужно. Да, там Шинник меня звал, Ярославский, я говорю, Виктор Петрович, ну, а что, я молодой парень, мне 21 год там. Тебе надо было в автобусный парк выбросить что-то. Свой личный. Вот, и я говорю, слушайте, ну, мне бы, конечно, очень хотелось бы квартиру, свое жилье, что я с родителями, там, смежной квартире, мы в Кузьминках, в девятиэтажке, там, две комнаты, мне бы хотелось бы. Это сколько лет было? Языка снимаете. Меня тоже всегда удивляет, когда пацаны вот эти бегут новые иномарки покупать. Был один у меня товарищ, тоже хороший, играли вместе в «Спартаке», он говорит, я хочу машину эту. Я говорю, у тебя квартира есть? Он говорит, нет. Ну, потом, говорит, потом, я говорю, да, блин, ты лучше сейчас возьми, а потом будет и машина, и все это еще придет, говорю. Вот, и, знаешь, и как бы вопрос встал, я говорю, ну, я как бы тоже, знаешь, играл там немножко тоже свою игру, я говорю, у меня есть предложение, там вот такое, такое, такое. Ну, в 21 год ты так уже мыслал. Ни в коем случае себе никакие не зарабатываю, плюс просто говорю, как было, рассказываю, честно. Вот, и он говорит, хорошо, окей, давай, говорит, вот в два захода дадим тебе вот подъемные, там, одну сумму, потом вторую, я говорю, ну, отлично. То есть, и вот, я в Рубин перешел в 2001 году, я тогда квартиру купил, или сейчас смешно сказать, 38 тысяч долларов она стоила, двушка, то есть, сейчас за такие деньги, да, тогда и другой курс был, ну, то есть, да, это цены, на сколько разница, сейчас, я говорю, комнату купишь в Москве за такие деньги, что-то, причем, не просил зарплату большую, сказал, что у меня это, а там остальное все придет. Про Рубин, собственно, Виктор Антихович позвал, как это было, если с первого раза не получилось, почему они год ждали, рассчитывали, как так вышло? Я думаю, что не год ждали, просто, ну, а что, сезон прошел, наверное, я тоже шел каким-то кандидатом, может быть, сопоставляли, ну, Виктор Петрович, честно говоря, так уже, царство небесное ему, человек, к сожалению, ушел из этого мира, он как бы, ну, наверное, тот тренер, который, вот, Белядинов Ренат Саэрович, вот честно, он как бы верил в меня, так, поэтому, наверное, и дал этот шанс, как бы там, порекомендовал меня, то же самое Петрович, он меня как бы ждал, и, наверное, есть же, знаешь, симпатии игрока, какие-то к игроку проявляешь, и ты готов его подожать, там, например, Бердыев Сибаю приглашал, он же там играл за какую-то скандинавскую команду, он первый год отказался, а потом пришел в Рубин, то есть, Курбан Бекевич, Бердыев хотел очень в команду, и тут, наверное, такой вариант, просто личное отношение тренера, как к игроку, к его перспективе дальнейшей, наверное, он меня верил, как бы, ну, и как получилось, вот, если брать вообще предысторию, вообще, изначально, вот, я был в дубле Динамо на просмотре когда-то, и там тренировал такой небезызвестный специалист, Петрушин Алексей Алексеевич, который в свое время в Динамо играл, вот, я был в дубле, там, к сожалению, не смогли договориться со сменой, по, там, финансовому моменту, вот, и когда вот мы с ним прощались, он сказал, что, типа, через 5-6 лет ты будешь играть в первой лиге, представляешь, я вообще, я не поверил, я говорю, да ладно вам, я в третьей лиге играю, типа это, и так получилось. Приезжает Бердыев вместо Антиховича, первая игра с Кубанью, на секундочку, я вообще не помню, и сразу же победа, и победный гол в этой игре, забивая. 1-0 выиграли. Да? Серега Яковенко мне передачу, отдал. Вот сразу вспомнил. А это первая игра была? Это была первая игра Бердыева, да. Ничего себе, я тренера, конечно, сразу поверил себя. Конечно, дал ему такой импульс правильный. Да, слушай, я гол вспомнил, Серегу по флангу прошел и под себя отдал, я там вообще в пустые практически ворот забил. Просто многие нас тренируют, нас тренеры тренируют как раз добегать и давать под себя. Вы это используете часто? Ну, конечно. Фланговый игрок. Самая же легкая, реально. А самый лучший, знаешь, замах и черпачок на даме. И там все такое, раз-тарасов и в пустые. Да, головой. Не прыгай при чем. И там никого уже нет. Самый сказочный. Чем удивил ранее Бердыев? Вы были свидетелями вот этого восхождения просто с нуля. Человек из Кристалла пришел в Рубин и понеслось. Получается, дорогу дал вообще. Во-первых, да? Да ладно. Там команда хорошая была. Нет. Ну, подход, я помню сразу дисциплина, вот этот сразу вот этот момент дисциплины. Прямо сразу? Прямо с первой же пробежки, не то что с тренировки, пробежка в лесу была. И что-то, и там, и пошел, ну, как в конце пробежки, и там растяжка, там, встречин туда-сюда. И кто-то стоит, ха-ха-хи-хи, болтает, как он взорвался, Бикиевич. Лё-моё, мы там все аж это, подпрыгнули, блин, на пеньках на этих. Там, в парке это. А потом, когда Тигр убежал из цирка, мы перестали там бегать. И там в Казань приезжал цирк этот, знаешь? Этот, как его называют? Слушай, этот, передвижной, знаешь, вот эти, а не на этих. Вот, и мы опять после игры, очередная пробежка. Вот, и мы бежим туда-сюда, и несется, то ли администратор, то ли начальник команды, несется, пацаны, все в автобус обратно. Чё такое, я вообще понимаю, Тигр из этого цирка сбежал, из этого, подвижного, блин. Ё-моё, ну там нормально прибежать. Все восстановились на следующий день, да? Там закисление, и так было, ё-моё, и все, все закислись, и вот эта суперкомпенсация пошла. Вот, и я говорю, Бикиевич, опять возвращаясь, я говорю, прежде всего, вот эта дисциплина, он четко прям сразу вот это расставил, что на тренировке никаких хихиха-ха. Просто многие говорят, что жесткость, еще что-то. Но он всегда мог и посмеяться. У нас там был Володя Семенов такой, в Зиле в торпеды играл, полузащитник крайний, очень хороший был. Но тут вообще душа компания, это он как начнет там что-нибудь лепить. Там даже Бикиевич не выдерживал, сидит в автобусе, спрячет, так сказать, и взял. Слушай, интересно, что Бердыев, когда вот пришел футбол, какой играли вы изначально? Слушай, ну всегда был такой футбол закрытый. Всегда? Да, закрытый. Ну не автобус, Ир, я бы не сказал. Ну в премьер-лиге, да, в дебютный год прям реально автобус. Мы семь человек оборонялись, там знаешь, и там три человека на атаку, там я ронили, там или Чижик, там выбегали. Да, плюс активные фланги, там Калиста слева, да, то есть, ну такой закрытый футбол был всегда. По первой лиге нет. Вот когда мы решали задачу, я бы не сказал. Ну у нас, знаешь, у нас, во-первых, состав был, но набран, ну действительно, прям так под тройку, там других шансов мало было. Вот, хотя очень тяжелый сезон, тогда Томск лес. Тоже, Томск там всем нервы портил, то есть, по-моему, мы выходили, и кто второй, ты не смотрел там, не наводил справки, когда Рубин вышел? Страна Дуг. Да, и вот я помню, Томск была третья команда, и вот с ними вот до конца прям рубились вот эта тройка. И мы вот вышли в тот год. Когда вошли в премьер-лигу, да, там уже, ну мы еще 4-0 в первом туре от ЦСКА получили сразу, еще Ерошек сразу два забил, приехал когда. Черноморец вышел с вами. Черноморец, точно. Вот действительно, мы начали играть в такой футбол, такой достаточно, наверное, не то, что закрытый, но оборонительный, но что делать? Наверное, это правильно все-таки. Какой в дебютный год, когда надо набирать очки, задача была же остаться. Сложилось действительно все удачно, потому что там локомотив, по идее, мы думали, локомотив нам не даст третье занять. Ну там драма была, конечно, солидная. Да, последняя игра там была, да, там много разговоров ходило по этому матчу ЦСКА. Ну, абсолютно, мне кажется, беспочвенные, потому что у меня есть запись там из-за ворот, там Евсиков забивает гол в свои ворота, но там нарочно. Коленом в девяточку. Да, как будто... Вениамин промахивается, да, и попадает в колено, он даже, он овотный держал тут, даже не видел мяч, ему прям в притирку со штангой залетает гол, поэтому такие... Я однажды... Не забьешь в свои ворота. Миша Степанова, который комментировал все матчи Рубина тогда в Казани, я говорю, а что это было в 2003 году? Он такой, это все было, честно, я тебе гарантирую, что... Ну, во-первых, давайте так, такой гол, ну, реально невозможно забить случайно. Ой, специально точнее, да, то есть, как бы он просто попадает и залетает, но тогда мне, как болельщик Локомотива, так вообще не казалось. Я тогда, конечно... Понимаешь, еще, знаешь, какой момент, там за 8 минут до конца матча Дима Кириченко забивает второй гол, мы 2-1 проигрывали, там вообще, вообще тяжело. И у меня есть, кстати, концовка этого матча на Ютьюбе появилась, там 30 минут этого матча, ну, там реально посмотришь, они нам могли забить, мы им столько не забили, то есть, там такая игра, вот такая, там уже ни линии, ничего, там вот тут, как, знаешь, как плохая двухсторонка, помнишь, знаешь, здесь, блядь, играют нападения, сюда выбили, никто уже бегать не хочет, все уже нажрали. И вот то же самое, знаешь, там тут удачно попал, забил, там угловой подали, там все, и свои срезал. Мэр Казани, Камилец Хаков, сыграл огромную роль, насколько я понимаю, в выходе команды в РПЛ, в РФПЛ тогда еще. А помните, как это было, он приходил в раздевалку, какие-то премиальные особенные, что-то, как он взаимодействовал с командой, потому что, когда мы говорим о выходе Рубина в РПЛ, вспоминают его, ну, помимо Бердыева игроков, его вспоминают. Что он сделал? Да он вообще был, я такого как бы руководителя вообще нигде не встречал, он вообще с командой всегда был, на выездах. Как у него время появлялось, он мог на тренировку приехать, все игры посещал, всегда в раздевалку, перед, после. То есть я вот не помню, что человек такой должности, как бы мэр города, ну, и так вот уделял внимание команде. Вот, он очень плотно взаимодействовал и с главным тренером, и мы всегда его видели, и всегда поддержку чувствовали. Ну да, он мог зайти там, ну, уже там разбаловали нас двойными-двойными, а там уже он зайдет, ну, может, тройные там, ну, прокатывая, кого-нибудь там, Спартак обыграли, конечно, там сделали премии, там были двойные, тройные пробили. Ну, Спартак есть Спартак, даже, может быть, тогда не лучшие годы были у Спартака, это вот как раз третий, четвертый год там, да, когда Спартак там восьмое, десятое место занимал, но все равно там, извините меня, обыграть Спартака. Я думаю, Спартак обыграть это всегда было, тем более в составе были тогда еще и Титов, и все ребята, и Макс Калиниченко, там, ну, все хорошие парни. А он вмешивал с тренировочным процессом? Нет. Да ты что, у Бердева кто-нибудь заступит ботинком, не дай бог, он приедет снимать. Я помню, один раз какая-то программа приехала местная, и оператор сделал большую ошибку, зашел за линию это поле. Все, больше никого вообще. Ну, там вообще было такое, я думал, он в подкате его уничтожит. Но там он о себе все узнал, хорошего. Это сейчас все в футболе разбираются, заходят и рассказывают тренеру, куда кого ставить, кого менять, кого набирать, так самое главное еще и говорят, как тренировать еще, сейчас началось. А может быть вот это, может это. Ну, выходи, тренируй, зачем тебе тренер? Выходи, иди лицензию получай, тренируй. Сейчас самое время передать привет Ольге Юрьевне Смородской. Да нет. А ты в тренерской сейчас карьере сталкивался с тем самым? Конечно, с полуширядом. За редким исключением. Это чиновники в основном какие-то, да, которые там на местах управляют? Да нет, чиновники, но слушайте, ну, я не хочу просто сейчас зачем. Я к тому, что это, у меня все равно со всеми прекрасные отношения, да, у меня могут быть сложные там моменты, какие-то шероховатости, но я по натуре стараюсь как бы все равно людей убедить в своей правоте. То есть такое дело бывает, тяжело, но в основном люди попадаются нормально. Диалог провели определенный, все, но все равно потом через день, через день или через две. Я расскажу сейчас про одного этого. Есть листочек бумаги, да? Для вашей программы эксклюзив. У меня один был, один у меня был руководитель. В целом, наверное, можно прям... Был у меня один руководитель, он мне сиськи рисовал постоянно. Вот, то есть он мне, знаешь, ну у него периодически там через три недели, ну тут камера тут видно так, да, примерно, наверное, будет? Я потом покажу. То есть он говорит, ну я не знаю, может он чуть-чуть под этим делом был, не знаю, но вот он любил мне сказать, Денис, ну ты понимаешь, что тренировочный процесс должен быть волнообразный? Вот смотри, нагрузка пошла, вышли на пик, оп, упали игра. Потом опять нагрузка пошла, вышли на пик, упали. Ну ты понимаешь? Я говорю, ё-моё, ну вот, вот так вот. Вот такие рисунки у меня один руководитель в одном клубе рисовал, говорит, вот мы, говорит, на пик вышли, вот-вот, и опять упали, опять вышли, и опять упали. И вот так он мне раз в месяц приходил, всегда рисовал мне в тренерской вот это вот. Ну что, пойдет? Ты как реагировал? Как ты реагировал на это? Типа, ну ты послушал? Я, слушай, я дипломат по жизни, я всегда стараюсь, говорю, найти. Я посидел, послушал, сказал свое мнение, вот, как бы нормально. Ну вот такие вот были моменты. Ну, в основном я понимаю, прям все любят футбол. Самое страшное, что все думают, что они его понимают. Как надо, как лучше, вот это самое страшное. Вот. Ну а так нормально. На самом деле, есть и грамотные моменты. Например, вот я не могу сказать, что всегда что-то отталкивает. Есть и моменты, где сели, обсудили, я раз так для себя. Ну, а это мысль, да. Поэтому я никогда не против. Знаешь, у меня нет такого. Он мне пришел, нарисовал, сказал, больше ко мне не приходи. Он еще приходит, может, что-нибудь потом раз новое нарисует. А когда игроком был, ты вот как себя вел? Ты когда был, допустим, уже опытным, ты мог зайти к тренеру и сказать, слушай, ну давай поговорим, типа я считаю, вот так не надо. Да, что можно поменять. Как игрок? Да, вот как игрок, когда опытный был. Никогда так? Я нет, я мог, например, после какой-то теории или что-то спросить что-то, если я не понял в своей позиции, какие-то. Это можно, но вот так, чтобы, не знаю, я вообще считаю. Клим мне четко дал, вот Валерия, ну до сих пор с ним и дружим, он говорит, вот когда я стал тренером, говорит, вообще вот, вот ты только сможешь понять, когда станешь тренером. Тогда ты поймешь вообще разницу игрока. Так ты можешь говорить все, что угодно, но, говорит, пока ты не поймешь, не начнешь тренировать или руководить, не поймешь разницу эту. А самое, что еще важно, Дима, знаешь, что я для себя подчеркнул, когда я стал тренером, я на себя футболистом с другой стороны посмотрел, и какой я говню был в некоторых моментах, понимаешь? Потому что сам уже как тренер столкнулся с таким говнюком, как я. Не, ну в чем говнюк? Может сразу, типа, хотя бы накинуть. Не, ну когда ты ходишь, обижаешься, тебя не поставили в состав, ты ходишь, бубнишь от тренера, там отворачиваешь, ты знаешь, начинаешь показывать вот это вот свое мутро. И я сейчас с этим столкнулся, я думаю, ё-моё, это я же. Ты такой, боярин за б***ь. Я же лавку вообще не воспринимал, у меня самые проблемы начались, я, знаешь, я как бы там в Носте играл в составе Рубини, играл там постоянно, знаешь, ну один раз там, может быть, Бекич, я помню, проучил меня там, по-моему, Шаронов, мы в сборную что-то приехали, с короной, со сборной приехали. Он чувствовал эти моменты тонко. Опа, всё сразу понятно, почему мы на лавке, всё сразу коронный раз так. Блин, не, вот сюда, под ковёр, подальше, а то и туда, куда-нибудь пониже. А тут был тренер, с которым я работал, я с ним тут пересёкся на одном ресурсе телевизионном, я сказал, честно говорю, прошу прощения за то поведение, я тебе честно, я извинился, реально говорю, я так себя вёл, и мне самому неприятно даже сейчас вспомнить это. А что за тренера? Не буду говорить. Я с ним пообщался. Давайте, кто на телевидении тренера есть сейчас, кто там, Рахимов, поэтому, поэтому, знаешь, вот это самое страшное, Дима, я бы вот это ещё подчеркнул, себя увидеть, понимаешь, со стороны, потому что я сейчас сталкиваюсь с таким, ну ладно, ты обиделся, но ты вышел на 5 минут, и на 95-й гол забил, а сейчас выходят на поле, они обижены, и выходят, ты понимаешь, и они вообще реально... Типа и доказать не хочешь. Нет, а ты выходишь, ты злой, понимаешь, ты к этому ко всему, ты не обижаешься на тренера, ты злой на себя, я хочу выйти и доказать, я хочу вот забить победу. Ты не прав. Поэтому вот эти голы и залетали, ты выходишь и доказываешь, что в Спартаке лавка, конкуренция, там, извини меня, там, вот ты иной раз сейчас смотришь, да, да, вот там, даже 3-4 года назад смотришь на лавку Спартака, кого выпускать-то? Да. Так смотришь, думаешь, вообще нет замены, либо молочишь, а у нас раньше, чтобы в 18 попасть, помнишь, нас отправляли за дубль, и мы там еще доказывали, вот я тебе говорю, ты еще играешь первый тайм за дубль, чтобы еще в 18 на лавку попасть, вот какая конкуренция была, а сейчас они играют, 11 человек, и там там 2,5 коллеги сидят, тоже курят, они, конечно, конкуренции не чувствуют, они будут так играть. Чтобы машину новую купить, ну, потому что на квартиру ждали, как бы... Такой хороший немецкий Volkswagen. Ну, вот этот еще дутый, пошел еще вот этот, такой дутый с фарами новыми. Я не знаю, как он назвал их. У нас девочки покупали тупо тоже. Вот, и я помню, я вот, ну, два года я в первой лиге на него накопил, а вот потом я БМВ-трешку взял, самую простую, еще в Калининграде их собирали, и я буквально вот прям, наверное, четыре игры, вот уже можно это... Хорошие четыре игры, хорошие, с московскими командами, двойные. Вот, так что... Не, хорошо тогда, хорошие были приемы. Ну, на самом деле, наверное, не знаю, даже вот брать те моменты, сейчас вообще неспоставимые. И вот Денис Константинович Бояринцев, который еще совсем недавно феерил за автобусный парк. Феерит в РФПЛ. Так. И в конце 2003 года его зовут уже несколько клубов к себе, в том числе Торпедо Металлург, например. Было. Еще кто-то. Борис Петрович Игнатьев меня звал, да. Еще кто-то. А почему, собственно, нет? Почему не уехать в Москву? Да не знаю, мы в Еврокубки вошли тогда, в тот год. Динамо московское, я тоже помню, да, не знаю, почему не пошел. Тот же вариант, наверное, вот как с Ностой Рубин. Вот такие же мысли были, что вот все-таки Рубин тут уже первый год доказал, тут сейчас Еврокубки интересно будут, туда-сюда. И думаю, ну, наверное, еще как бы рановато мне там в Динамо туда. Ну, так было. А у нас вырисовывается, кстати, заметили, вырисовывается вот эта история про нашего героя сегодняшнего. Типа из Носты звали в Рубин, Готик подождал. Да, да. Из Рубина нас позвали. Паузу, Масков. Под наш подкаст. Хотя на поле у меня ее не было никогда, этой паузы на поле. Наш подкаст, опять же, Готик потерпели. Да, но не Готик. А, ну Готик, кстати, кстати. Ну, видишь, все это. Значит, это хорошее будет. Да. Но так или иначе, через год все-таки ушел. Через год ушел, потому что понимал, что уже... Тоже предел какой-то? Да, предел определенный. Я уже видел, что надо, надо уходить. Тем более, москвич, тем более, Спартак. Там Локомотив, кстати, с Юрий Павловичем я встречался. А кто звал из этих команд? Типа как это было? Кто-то передможил сказать? Интересно. Да, с кем встречался. Агентов не было? Как вообще выходили? Интересно Спартаку. Спартак, да. Спартак меня звал первак. Как бы звал зимой. Летом Евгений Борисович Смоленцев звал меня, работал тогда в Спартаке. Он меня звал, ты помнишь, мне безызвестный. Мы с ним встречались в Москве, но я сразу сказал, что я еще это, ну, ну, Через год набери. Что сейчас у нас, говорю, игра с Рапидом Венским, говорю, через две недели, я говорю, хочу в Еврокубках участвовать. Вот, и до зимы. Зимой уже первак на меня выходил, уже мы встречались и в Москве вели диалог, но в то же время меня Юрий Павлович позвал встретиться, я не мог тоже отказать, хотя очень хотел в Спартак, естественно, но я пообщался с ними, с Юрий Павловичем. Ну, он что-то сказал, на встречу тебе первую. Ну, он сказал... Куда ты, ебаный? Нет, нет, нет. Какой Спартак? Да, нет, ну, было примерно похоже. Нет, он сказал, что Денис, говорит, типа, ну, действительно, он говорит, какой Спартак, ты, говорит, по стилистике фланговый игрок, я говорю, да я знаю вашу команду, хорошо, конечно, ты, говорит, наш, наш, под наш стиль, под нашу игру. Я, конечно, для меня Юрий Павлович это вообще там большой человек, ну, такой приоритетный. И очень сложно быть такой ситуацией, кстати, когда ты вот такие клубы, как бы, Динамо еще предлагал. И вот этот выбор сложный, и тут люди уважаемые, и здесь. Вот. Ну, и в итоге я оказался в Спартаке. А Павлович как отказал? Он сам потом из новостей узнал или созванивались? Нет, нет, нет. Я, блин, а я вот не понял, ну, я должен был набрать по-любому. Павлович, знаешь, что ты сказал? Он сказал, тьфу, е... Не, если я не позвонил, это, конечно, плохо. Я думаю, что, наверное, я, скорее всего, напрямую, естественно, позвонил и сказал, что-то. Я думаю, что так, наверное, было. Ну, а потом что? Четыре серебра вот у меня в Спартаке. В шестом-седьмом году, я считаю, просто золото сами упустили. Потеряли важные очки. Это когда... ЦСКА, равенство очков было с ЦСКА в 2006-м, когда потеряли мы, или это седьмой год, потеряли с торпеда вот этот гол, потом в шиннике, который уже вылетел, потеряли очки. Четыре очка вот этих потеряли, и все, блин. И понюхали. А в седьмом году Зенит стал чемпионом, когда Домингис выбил мяч из пустых ворот на последней минуте. Да, да, да. Там ничья нас устраивала. Мы Динамо обыгрывали, мы чемпионы. Вот и все. Вот обидно, конечно, такие чемпионы. Там до Домингиса еще была история, когда Торбинского не пустили поиграть. Не, ну это уже другая история немножко. Там Дим, когда проспал теорию, немножко по времени перепутал, и Бажена поставили вместо него Никитку. Ну, это нормально, что тренер в такой ответственный матч? Ну, слушай, все спрашивают. Ну, я не знаю, мне кажется, Денис Баярович погорячился. Да я и говорю, я уже введу проекцию к себе. Я не знаю, как бы я поступил, честно скажу. Наверное, закипел бы. Ну, у меня были похожие ситуации, но я как бы игрока из основы не выкидывал. Ну, не то, что не выкидывал, такое слово грубое, я сказал, но это в мое. Не наказывал. Не наказывал, короче, да. Вот. Но это был неопределяющий момент все равно. Там мы, там, я говорю, что вот оно, понюхали. Я говорю, два года, шестой, седьмой год просто понюхали чемпионство. Хорошая команда была на самом деле такая. Хотелось бы, чтобы она добралась до золотых медалей. Ну, а в девятом году там уже другая история. Тоже серебро там. Там с зенитом тяжело было. Сборная. Евро 2004 года. Самый сильный удар в карьере по самолюбию, когда до последнего момента Ярцев выбирает между Бояринцевым и Манюковым и в итоге берет второго. Ярцев. Ярцев был, да-да-да. Палыч потом принял. Да-да-да. Немножко перепутал. Насколько вообще тяжело и как ты об этом думал? Не-не, а там знаешь, какая ситуация? Вот опять же, я же там сам виноват. Даже так? Абсолютно сам. Абсолютно. Характер очередной раз подвел меня мой. Ну, я бы без этого характера ничего не добился, но он и в другую сторону сыграл. Там какая ситуация была? В три центральных защитника, я помню, в Новогорске наигрывали схему в три центральных. И меня Георгий Александрович поставил левого тараль, по-моему. И я что-то начал, знаешь, так, ну, я же понимаю, что как тренер, я сейчас вижу тоже эти моменты в игроках. Тогда-то я думал, что я такой это, весь из себя, что тренер это. Ну, и вот и все. И он во втором тайме Анюкова поставил, а Сашка здорово в этой позиции смотрелся всегда. Она ему более знакома, он там отыграл. И все, и поехал Анюков. Я проиграл конкуренцию абсолютно сам из-за своего характера. Вот, и я считаю, абсолютно правильно Ярцев поступил. Что же, я буду тут еще, ходит тут еще кто такой. А в тот момент? То есть сразу было понимание, что, ну, как бы, ты сам виноват? Нет, еще там не было понимания, что я не попаду. Была еще, по-моему, неделя или две подготовки. Еще был матч со сборной мира, помнишь, на Локомотиве? Да, что-то было играли. Ты, наверное, приходил, может, наверное... Я за сборную мира играл тогда. Ты молодежку приходил, ты, наверное, за молодежку играл. Нет, это матч против сборной легионеров. Легионеров, да, да. Матч против сборной легионеров был. Вот. Ну, я уже там где-то за два-три дня уже понятно было, что не попадаю. Ты же тоже понимаешь, тут ребята наигрываются. Так, какая-то надежда тешила. Но я вообще спокойно к этому отнесся, потому что, ну, вот тогда именно я отнесся к этому правильно, наверное, без всяких вообще каких-то потрясений, чего-то еще. А друзья, там, подруги как-то говорили, типа, блин, это должен быть там. Я думал, знаешь, как я думал, нет, да кто что бы говорит, слушай, какая разница, кто что говорит. Я просто думал, что сейчас вот я из Рубина, наверное, куда-то пойду в хороший клуб, и я как бы еще, еще мое время придет. Вот. И поэтому я к этому спокойно отнесся, и, знаешь, как бы надеялся в будущем. Но, к сожалению, в сборной совсем мало я побывал, поэтому... Но в памятной игре все равно удалось принять участие? Ну, было дело, да-да. 1-7. А, да-да-да. На заменку вышел я там. Под Кришьяну попал чуть-чуть. Чуть-чуть. Позвонки покрутил. При счете 4-0 как выходить на поле? Что это вообще за... И что запомнилось из той игры? В 0-4? В 0-3 было. В 0-4 уже было к тому моменту, да. Да, я сейчас тебе не вспомню. Да, ну, дело выйти все равно против такого состава. Там состав-то был сумасшедший. У португальцев просто сумасшедший. Ну, выйти, что, повозили тебя, вышел, пропотел, в душ сходить, чтобы потом спокойно... Что, разница действительно настолько фантастическая была, что прям вообще... Ну, смотри, ну, Балтика-Ахмат, фантастическая разница между командами? Не, ну, мы просто отвечаем. Вот буквально свежий пример. Просто день, когда взлетал. Бам-гол, бам-гол, бам-гол. Ну, а там Роналда... Я еще славку сделал. На кого? Хочешь честно? А там Роналда по девятку. Я не зашел в экспресс топовый не зашел из-за этой игры. Рассказывай. Я поставил на Ахмад победу. Я такой... 10 минус 0-3. Не, я к тому, что... Слава Легу. Там-то, да, ну, там реально состав сильный, как бы, да, был. Но там, ну, реально, удар, бабах, в девятку. Бабах, он там Криштиану забил два сумасшедших гола, там, просто по девяткам, этот по девяткам. Ну, ты же сам такой эмоциональный все играл. Типа, не хотелось ему просто вот, ну, разок так встретить? Да я не успел. Не успевал. Вот, я вот... Я очень хотел. Да. Я очень хотел. Ахилл там кусануть. Да, да. Я хотел бы дотронуться. Да, не, ну, там... Майку смотришь сзади, там, что-то, ну, как у седьмой. Не, ну, там очень быстро все там, быстрые ноги. Да поэтому потом, самое главное, потом ты трезво начинаешь понимать, почему-то всю жизнь в России играешь, туда тебя не зовут. Вот и все. Ну, типа, честно скажем, набухался после этой игры. Ну, просто сел. Не, ну, там... Пиваться солью. Ну, я помню, во Внуково-3 еще было прилетали. Во Внуково-3, это хорошо. И там, знаешь, и там, знаешь, как мы идем, и прям прям с утра все телевизоры и новости. Такая стыдобища. Идешь, стыдно. Блин, люди смотрят. Е-мое. Стыдно было. Очень стыдно. Я помню, стыдобища была. Пипец. А потом, что, поехали я в Рубин, кто куда, разъехались. И, знаешь, все равно это быстро все, все, уже игра. Ну, что ты приехал на бассейн сразу по-разному. Нет, да. Жестко. Не, ну, жестко, конечно. Ну, долго еще вспоминали. Я помню, что... Ночной позор, там, вот это все. Да сейчас больше вспоминают. Вспомнить нечего, что ли, блин? А сейчас уже, да. Четвертый год, 25 лет назад. Сколько? 30, е-мое. 30 лет назад? 20. 20? Угу. Уже все, поплыл. Видишь, я вспомнил матч Я помню, право, влево ушел, сюда, я сюда, а он уже там. А он уже бежит, радует. Еще один памятный матч сборной России, где, кстати, удалось дотянуться до легенды и даже немножечко его поколотить. Это матч против сборной Италии, где в черно-белых формах играли. Это единственная игра. Да, был, был, да. Еще Юрий Жирков тогда дебютировал, по-моему. По-моему, да. По-моему, да. И я такой думаю, е-мое. Это кто такой жонглер? Он ногами, да. С итальянцами. Какие воспоминания от этой игры? Воспоминания? Там господин один, который... Ты там хотел что-то кому-то... А смотришь... Нет, это про матерация. Нет, матерация это это, с Интером, игра в Лиге чемпионов была. А, это с Интером была. Это Лига чемпионов была с Интером, да, в Лужниках. А я думал тогда... Это та занята история, когда я ему там это... Ты такой, ты кто? Он мне... Да, да. Это тебе за Зиданом. Тоже высовет. Да, да. А тот матч, тот матч вспоминается, момент хороший был. Я не помню, там, вывели меня на хорошую позицию. Я Димке Сычеву пожадничал отдать. Хотел сам Буфону забить. Ты правильно. Не отдал Димке. Он мог тогда на хорошую позицию был. Решил сам пробить, не попал в дальний угол. Помню. Так Буфону хотелось забить. То есть в этот момент ты сам думал о том, чтобы сам пробил? Ну, Сыч, иди в жопу. Нет, тогда я не думал, конечно. Нет, сам забил. Отдать мог, конечно. У него лучше позиция. Нет, ты знаешь, для чего всегда делается? Для того, чтобы потом пройдет 25 лет, и вот этот бородатый мужик какой-то сидит где-то на лавке в шахматы играет. Во дворе такой. Я Буфону забивал. А к этому корочка нужна, да? К этому значку корочка нужна. У меня бесплатный прайс в автобусном парке. На Бязанке там. Я вспомнил, была раздевалка, и не могу вспомнить город. У нас иностранцы были тогда еще, типа, легионеры топового лока. И они приезжают, и там туалет был. Короче, я тебе глянусь. Типа унитаз, вот дверь, чтобы закрыть, она не закрывалась, он выпирал. Ну и этого нету, и унитаза нету еще. Да нет, унитаз был. Коленки. Да там не то, что коленки, а она вообще не закрывалась. Он просто вот, как себе объяснить, я понял, а он выпирает. Да, да. У нас иностранцы. Слушай, а ты вспомнил? Типа, вот как можно построить такое? И мы приехали, типа, локомотив приехал. А мы тогда попал, Рубин, в Еврокубке с Рапидом играли. Нам, короче, это, сказали, надо сделать стадион на раздевалке. Там трибуны надстроить требования. У Ефа приехал какой-то специалист великий и сказал раздевалке. Ну, сделали раздевалки, всем сделали, знаешь, как вот сейчас. Сделали кресла индивидуальные, сломали стену, расширили там какое-то еще помещение. Крыс убрали. Успокойся, до крыс дойдем еще. Шаманы пришли новые. Комнаты шаманы сломали, да. Это ладно, раздевалка, знаешь, там, ну, 15 на 20, может, вот так, как мы сидим, вот у вас комната, да, вот такая раздевалка, все шикарно сделали. Блин, приезжаем в Вену. С Рапидом играть чемпион Австрии. Да. Я представляю. Может, нас засунули в такую раздевалку? Ну, вот этот туалетный кафель белый, как раньше все советское метро, метро все было, метро Кузьминки был, вот этот кафель, и 5 на 7, наверное. И гвозди, крючки вот такие, вбиты под это. Не вешал. Я говорю, ничего себе, мы приехали, нам там такие эти требования. Вот я вот этого не понимал вообще. Или нас в эту раздевалку. А, эти приехали там, кто это такие, давай туда. Я бы хотел вернуться к Спартаку, все-таки про легионеров говорили. Были какие-то прям по-настоящему топовые мужички, которые играли в Спартаке на тот момент, не считая, там, понятно, Титова, Ленчева, именно легионеры? Слушай, ну, если брать как бы, ну, знаешь, я играл с ребятами, дружил со всеми, и тут кого-то выделить. Они все классные пацаны, мы с ними такую большую, такую большую проделали, там, по 3 года вместе поиграли, там, мы фактически там, вот, как-то жизнь прошла, да, там определенный отрезок. Конечно, были и Ковыч, и Ранок, там, ребята, там, Войцах, Войцах, Ковалевский. Ковыч, да, Родослав. Да. Вот. Ну, что говорить, когда вот Погатец приезжал, помните, австрийец, там, Погатец, ну, это вообще топ. У меня была ситуация, ну, знаешь, как мы фланговый игрок, ну, мы по нашей старинке, я там несусь к нему, там, туда-сюда, он мне раз говорит, не надо возвращаться, типа, иди там, стой, жди, ты в атаке должен играть. Я опять прибежал, он уже кипит, он говорит, да не надо. Я говорю, да у тебя двое игроков. У тебя же мой игрок приходит, он такой, я разберусь. Он так и сказал, говорит, да ничего страшного, он говорит, я говорю, два в один, он говорит, да вообще, это у нас раньше, вцепился, да, в своего, вот и отвечает. Один в один. Нет, вот тогда, я говорю, вот это вот действительно отличие, наверное, вот он уже, человек с Европы приехал, он говорит, у меня не проблема, мне важно, как защитник, чтобы ты в атаке там делал, он за тобой не будет успевать, я его взял, а ты там король. Как это хорошо, сезон начался. Я когда играл там с Погатицем, я и там забил, знаешь, там сразу там к ряду там, знаешь, у меня статистика хорошая была, и передач голевых на отдавал, и голов на забивал. Когда вот он был, он меня освобождал от черновой работы, а это тоже силы. Это же тоже энергозатратная вещь, туда-сюда бегать. И он меня как бы, вот это был топ вообще вариант. А так, конечно, там, ребятам полно пацанов было, потом там при всем при этом там ввели тон там, да, нападающий, как бы, хотя его там, знаешь, я там в «Жемчужине» пересекался с Рикардо, был такой игрок, он вообще, Вилетон, говорит, он играл где-то в третьих лигах, да, он, например, знает кариоку молодого, а Вилетон, говорит, да он, говорит, в Бразилии там в третьих лигах играл. Ну, он, конечно, для чемпионата России, он топовый был парень. Вот, много хороших ребят было, да, много хороших пацанов было, что говорить, таких, чтобы... Квинси тоже, да, не вот этот Квинси, который Промес, а вот тот, который певец, репертон там. Ну, у него же сумасшедшие данные. Ну, он очень быстрый. Ты помнишь скорость его? Я помню. Вы в играх видели, он мало играл, как бы. А на тренировках, ну, он вообще, это просто, я не знаю, ну, вот в игру выходит, нет такого, знаешь, вот как... Такое бывает. Бывает, конечно. В короне тренировок есть. Да, да. Ковенаги тот же, многие Ковенаги ругали, вот он там, такие деньги за него отдали, мало забил. Самое дорогое, это... Ребят, я такого исполнительского мастерства, как он исполняет с флангов упражнение, ударное упражнение, он вообще просто... Как завершает. Он вообще, Дим, он просто такая техника, такое исполнительское мастерство. А на игру вышел, и там не забил, тут не забил, пенальти не забил. И у нас сразу начинают... Ну, у нас... Да и тяжело, видишь, под давление, хотя, я думаю, наверное, мало это давление. Мне кажется, они как-то избегают из-за того, что многих вещей не понимают. Не понимают. Хотя у нас, знаешь, там, ну, не знаю. А в быту как они? Да потом чудак ушел и во Франции в быту, ну, в быту они все-таки все равно они обособленно держатся. И в Рубине были, там Андрес Скотти был, Ругвайц, такой защитник мощный. У него брат-близнец, кстати, капитан сборной Ругвая. У него брат-близнец его, да, играл, на самом деле. Думали, что это он, как ошибочно, а это брат-близнец у него есть, капитан сборной Ругвая был. Вот, все-таки все равно ребята с Южной Америки, они их свои. Как бы вот эти наши, Словакия, Чехия, пацаны, Польша, они наши, как бы, ребята, они с нами там, да, и пиво, и пивка попить после этого, это посидеть и покушать хорошо. Все-таки южноамериканцы, они больше такие, они, ну, не знаю, как у вас там было, у них своя тусуха все равно. Не группировки, ну, грубо будет сказано, но все равно группировками делились. У нас хороший был этот, все равно хороший такой, знаешь, как тебе сказать, слово правильно. Ну, климат, да, климат все равно внутренний, когда мы вместе собираемся на работе, да, вот база, тренировочный процесс, оно правильное такое. Я видел, неправильные моменты бывают, но у нас было правильно все, вот, в Спартаке там, ну, в Рубине, наверное, тоже тогда и Домингис феерил, все-таки все равно, они все равно, они все равно так своеобразные ребята. Они, как бы, ну, немножко, может, не понимают наши тусовки, хотя вот этот марокканец был, Адель Керим Киси, вот этот, в Рубине, тогда еще, он за три месяца язык выучил, сидел с нами везде, после игры тут посидит, там посидит, это, и все, он уже, уже Римководки пошел, все, ребята, давай, че, огурчик, это. В основном, я бы слышал историю про тебя одну, как раз про тренера. Бородюком, где ты работал? В Торпедо. Торпедо с Бородюком? Какой-то выезд, что ли, был, и вы после игры, напротив, было заведение, такое ресторан, не ресторан, вы пошли после игры, короче. Ну-ка, ну-ка, интересно, что-то, ну-ка, что-то. Да, да, ты вспомнил. Хочешь, не рассказывай. Не, 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 если игра закончилась, вы пошли, я не помню, по-моему, выезд был, как вы мне говорили, вы пошли, все, и проходит буквально часа два, короче, несут человека, короче, и мимо тренера в холле, занесли в номер, вышли, опять пошли отдыхать, короче, и на следующий день Бородюк говорит, команда топ, один устал, а отнесли, все равно пошли, говорит, гулять, и пофигу, что тренера сидят в холле, я такого не помню, ты, знаешь, у меня не слышен? Нет? Историю мало чего. Да? Не, не помню, может, без меня было. Может, поэтому и не помнят? Не, не, меня точно нести не могли, я до такого пока не был у меня таких. Это было, это точно, Бородюк был. Да, может быть, слушай, ну могло быть. Слушай, я как тренер. Один устал, когда они его спать уложили, вернулись опять дальше. Слушай, у меня как у тренера была такая ситуация, мы были на сборах, вот, и был турнир определенный там в честь чего-то, я уже не помню, и потом был банкет. Ну, и как бы, или это был банкет по поводу уходящего сезона нас куда-то вывезли. Или это Бородюком было? Нет, это было, нет, я был тренером, не, 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 я был тренером, а, сбор был восстановительный, кстати, восстановительный сбор был, и заодно мы сыграли турнирчик, ну там знаешь, да, там с семьями, с женами, там нормально. Да, но команда была молодая, там они без этого. Вот, и я помню, ну, я как тренер всегда стараюсь посидеть немножко и уйти, чтобы ребят не смущать, это правильно, я посидел там, пару бокалов сухого, и нам выпили там все, пацаны, отдыхайте, не будем, там дискотека, там какие-то эти красивые все, ведущие эти какие-то, с Москвы приехали, комедия-клабы, что-то там туда-сюда, вот, певцы, вот, и мы, 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 короче, ушли, но мы-то, понятно, ушли тоже, ну, я не знаю, но прошло, ну, часа два, наверное, ну, три, и автобус оттуда, приезжает автобус, ну, там, в отель оттуда, там, с этой вечеринки, ну, мы не подглядывали, честно, мы просто сидим на балконе, а тут все вот как бы чуть правее, там все видно, блин, ну, там сначала группа нормально идет, вторая группа чуть шатается, так чуть-чуть видно, я так уже так понял, кто последний выходит, а последнего несут, последний, самый ответственный, несут последнего, блин, я такой думаю, ну, да, ну, видишь, бородюга, это нормально, значит, все хорошо, ну, и на следующий, а как ты реагировал, как тренер, никак вообще на утро, ничего не сказал, не пошутил, нет, я не стал реагировать никак, как бы, нет, это ты индивидуально с игроком пошутил, конечно, потому что я его в команду позвал, и я его, это, как бы, я его, как бы, за него ответственность несу, в этом плане, но у тебя как у тренера подход какой, типа, вот ты увидел или узнал, ты ждешь день, типа, ты такой позиции, вот, например, я бы был позицией, мне пофигу, что ты делаешь, вот честно, есть тренажный процесс, если ты не выполняешь требования, значит, уже прекращай бухать, это твоя ответственность, у тебя вот как в этом плане? Смотри, ну, здесь восстановительный сбор, знаешь, как бы еще ладно, что мы там, тренировки, ха-ха-ха-ха-ха, дыр-дыр-дыр-это, вопрос у меня, если это сборы уже подготовительные, конечно, я отреагирую, я посмотрю, реально лучше поговорить, потому что человек поймет, вот, я как бы не создаю это сейчас, параллели, но со мной Кубарин Бекевич пару раз пообщался, вот так, индивидуально, и как бы я все хорошо понял. На тему режима? Режима, да. Были моменты, когда вот это, не трогал он как бы особо там это, но вот были моменты, два раза, по-моему, было за четыре года работы с Бекевичем, за три с половиной, два раза он меня вызывал, и я как бы, ну, я понимал, что если тренер не при всех меня, а индивидуально, значит, он, я думаю, есть определенное доверие, определенная вера, он не хочет меня там как-то, ну да. И я как бы всегда это ценил, потому что между этими разами, наверное, была большая все-таки, наверное, разница, вот, ну, второй раз, по-моему, даже не по этой теме, а именно отношение к тренер-шному процессу, там, опять, с короной связанной, когда приезжаешь там откуда-то, вот, или забьешь там пару мячей, а потом не можешь успокоиться, то есть, Ван Декевич мог это успокоить. Ну, опять же, Дим, этого все меньше и меньше, сторонник европейской системы. Я очень люблю, когда коллектив, я люблю, знаешь, там даже собрать команду, я люблю там с каждым индивидуально, знаешь, там с ребятами найти подход. А почему ты считаешь, что это европейская? Нет, я к тебе тому же, знаешь, европейская, это вот, пришли, отработали и разошлись. Я вот тебе об этом говорю. Я прям это, потому что реально хочется в команду душу вложить, пусть как бы банально фраза не звучала, хочется, чтобы был контакт, чтобы был коллектив, там, определенный какой-то семейный момент, понятно, вот трудно создать, гостяк вырабатывается, есть пацаны нормальные, там, пять-шесть человек, все равно, знаешь, так, всегда так понимающие, так это создается, какой-то такой коллектив, как бы хочется все равно, вот, потому что ты начинаешь там распыляться, начинаешь объяснять, нет, вот знаешь, с чем сталкиваешься, самое страшное, вот у тебя видение такое было когда-то в его возрасте, и ты думаешь, что у него такое же, что он безмерно любит футбол, гантели, турник, брусья, и что он должен этим день и ночь, как и ты, заниматься, как я в Новотроевске, там делать нечего, на этой базе в горах, там делать нечего, то в гору забежишь, сверху посмотришь, то на турнике висишь полдня, то есть, понимаешь, а ты, то есть, знаешь, а тут это, тренировка заканчивается, и людей сдувает просто, меня больше, я не могу понять, когда они в баню не ходят, восстановление, я не могу этого понять, сходите в баню, в бассейн поплавайте, кайф, е-мое, что еще надо, я не хожу, я не хожу, я не люблю, а я, знаешь, что мне нравится, Димон, а я потом три дня восстанавливаюсь после бани, ребят, вы где выросли, можно я Ринату наберу, просто пошел, ну хера, ты уезжал, пока еще тревка шла, у тебя уже, блядь, база нет, мы периодически будем возвращаться в прошлое, будем возвращаться в Спартак, писали, что вы однажды взяли под опеку одного молодого таланта, да я там ни одного старался взять тоже, поддержать всегда, ребят, самого известного, пожалуй, какого? друг твоего, что вы за... Дмитрий Алексеевич, ну что? Не, ну я, ты про Артема, да? Про Артема Зубова? Да, да. А, про Зубова? А, и про другого. Ну вот что, там был и Федя Кудряшов, там же Рома Шишкин, недавний ваш гость, там большая группа молодежи была, были классные пацаны, они все, они, вот что с ними было приятно, вот они были по духу правильные, они приходили, вот в Спартак, это реально... Прудников был, да? Сашка был Прудников, да, Слоняра, вот, там, слушай, Димка Торбинский тот же, он уже был как бы не такой, как они, молодой, он уже там в Челябинске опыта набрался, он и до этого был, вспомни, да? Вот, и было много хороших, да классные пацаны были, правильно воспитанные, и мне со всеми с ними было, как бы, знаешь, приятно, потому что от них импульс шел, вот этот правильный... Они сами стремились еще... Да, вот этот импульс, когда люди понимают, что они не просто пришли в Спартак, и жизнь удалась, что все, я тут курю, и ноги на стол бросил, и пошел на базе, они, наоборот, они всегда там такие открытые, отзывчивые, правильные, то есть всегда было приятно, Федька Худряшов там недалеко от меня квартиру снимал, там на Ярославке, практически рядом жили, вот, там Артем был такой боец, всегда был, всегда он по тренировкам, вообще вопросов нет, они вот отношения... Мне, прежде всего, было отношение к делу для меня приоритет, и в тренерском плане, то есть я видел, что пацаны, реально, они после тренировки еще от них не уйдешь, они, давай еще побьем там, ну, вообще классно, вот, поэтому эти пацаны и заиграли, эти ребята, мне кажется, потому что это было, вы воспитаны были, вас еще вот 80-ников, там еще правильно воспитали, я говорю, вы еще вот это поколение, вот это конец 80-х, даже начало 90-х, плюс-минус, а вот, ну, наверное, все-таки конец 80-х, вот эти ребята вот такие вот, хотя сейчас неплохие парни, я же говорю, мы же никого не осуждаем, мы не говорим, что они плохие, ну, просто, я говорю, есть, я говорю, мы как... Ну, есть чем сравнить просто нам, и все. Ну, да, есть чем, да, 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 поэтому я всегда к молодежи очень хорошо, потому что сам когда-то был молодой, знаешь, вот, и у меня там хорошие сборы были в Носте, я вот недавно тоже эту историю рассказывал на одной программе, вот, а вот реально я там на сборах забивал, причем Анжи тогда был в премьер-лиге. Сколько раз майку снял, получается? Да нет, майку снял я, в рубине я майки не снимал, не-не-не, на сборах тем более, ты что, там не те эмоции. И у меня, знаешь, я к чему рассказываю, да, вот влияние опытных ребят в команде, и я помню, я вот в Носте начал сезон, я вот первый круг ни одного гола не забил, ну, вообще просто не идет, вот бывает, столкнулся с официальными матчами, молодой игрок, знаешь, там, может быть, волнение, еще что-то, ну, там, работу свою выполнял, и вот так же меня ребята, тот же вот Витя Гаусс, типа, хорош гантели поднимать, заходит в комнату, давай, говорит, пошли, посидим, отдохнем, пообщаемся, говорит, разрядись, чуть-чуть обстановку, закрепощен, это на поле видно, там, давай потихонечку учись это, не только, нет, да, и мы с ней, я тогда рюмочки не пил, я только там пиву мог себе позволить, посидел, побил пивка, я говорю, начался второй круг, поддержка ребят, насколько важна, три игры подряд, три гола забил, и пошло, поехало, знаешь, пошло дело. А, ну, получается, ты в то время, как все-таки уже взрослый игрок оставался, именно из-за этого, ну, пацаны подтягивались, там, Дзюба, после тренировок ты примером был, чтобы остаться, что-то поделать? Ну, ну, да, потому что у меня были такие же примеры свои, с кем я тиран играл, и как бы, да я до самых, как в торпедо заканчивал, еще Лунев меня постоянно, пошли по воротам бить, Луня, ну, пошли, иди побегать, а он, стояли до потери пульса. У нас сейчас наоборот, нам тренер говорит, ну, у вас есть 10 минут, больше не надо, а то там, не знаю, заднюю, дернешься. А сейчас другая проблема, я не знаю, как у вас в локомотиве, другая проблема, в торпедо была проблема, включали секундомер, вот так, и там нам потом запретили, потому что за эти полтора часа мы тренировались, а за эти 15-20 минут платить деньги, на своем стадионе торпедо платило деньги. Вот так приходила женщина, с секундомером включала, и мы не могли остаться. Там, например, сейчас тренировки переносишь на утреннее время, потому что вечером школы занимаются, это что в Иваново, что в Соколе, да, что в родине, что в родине, потому что утреннее время самое удобное, хотя бы пацаны могут после тренировки остаться. Для всех удобно. Да. Вот мы сегодня сейчас собрали в 6, нормально на рыбалку. В 6 утра сняли программу, сейчас я на дачу успею съездить. Все, там рыба, кстати, я сейчас на дачу поеду, еще у меня встреча, я на дачу поеду, надо съездить розу, к тещи надо открыть розы, поэтому я не могу отказать, я же буду, да, я буду самым, я же не могу, у нас с тещей контакт правильный, поэтому сейчас поедем розы открыть. Не, я к тому, что это, а знаешь, чем сталкиваешься? Вот предыгровая тренировка там, например, да, час и все, уже пацаны выходят, уже дети выходят там, или тренировку чуть сдвинешь, в связи с логистикой, получается, тренировку вечером надо провести, а там времени нету, и поэтому остаться не могут люди поработать, потому что все, уже пацаны стоят уже, уже все, полтора часа уже мальчишки, причем сейчас поля делят вот так вот, на 4 части дети тренируются, на пол поле, это вообще проблема. Как мы хотим, когда выпускной год 16-17 лет тренируются на пол поле? Ему надо игровые расстояния сейчас, упражнения давать, все вот эти моменты, а они на четвертинках, на половинках тренируются. Вот это проблема. И мы, конечно, что мы можем сделать? Как остаться поработать пацанам, когда уже дети стоят уже тренироваться? Мы сейчас тренируемся, у нас мяч улетает туда, и там тренировочный процесс, они тоже полы играют. Не, но это не самая большая проблема, да, это не самая большая проблема, а вообще вот это, я считаю, большая проблема, потому что я езжу там к товарищу, у меня детский имиджеский тренер много. И реально, как вы хотите, выпускной год у вас тренируются на пол поле, какой он ко мне придет во вторую лигу? Да я ему начну давать тренировки на все поле, там упражнения определенные. Ну, первое время он умрет точно, а что, а у него нет времени, ему надо сейчас мне доказать, что он мне нужен. Ты больше типа на физику тренируешь сейчас, или больше с мячом? Дим, ну сейчас все через игровые упражнения. Через игровые. Конечно, через игровые упражнения все можно дать, все смысл этой работы, ее только даешь, это все в начале, чтобы немножко адаптировать. Не хотелось за все время типа один раз протащить так, чтобы... Кисловод Сморина, Сталина, Алина, Максималка, кстати. Сейчас страшно давать максималку, ты чудови. Ты пламил максималку? Конечно, помню. Расскажите для тех, кто не знает. Максималка, я в дубле с Ромашенко и с Баларем Ильяновичем тренировались, и мы прилетели в Турсу на сбор, вот летели, и вот первая тренировка вечерняя, сразу в отель заехали, и по Жинтеру, и нас сразу выстроили на линию, но это пусть Денис расскажет про Максималку. Не, ну она же разная, знаешь, там Сергей Юрьевич Родионов давал там до 20-18 минут, а она вообще 24, что ли, до полной. Но там уже на 10-й минуте все уже, там уже на ободах, то есть идут игровые упражнения через все поле, ты делаешь игровые упражнения, а возвращаешься процентов 80, опять без пауз, потом таких 8-10 повторений, у тебя там пауза, растяжка какая-то, ну дыхательные упражнения всякие, но там не успеваешь восстановиться вообще, и опять побежал, следующий блок. И таких там у кого все по-разному. Слушай, ну я на 14 минутах где-то работал, я 14 минут дал, и все, у меня все там. Да. Знаешь. Поэтому сейчас иногда страшно давать. Ту работу, которую нам давали... Никогда не можно отставать. А, даже тогда. Особенно в соревновательном периоде очень опасно, нагрузку надо распределять, но без скорости целого работы ты никуда не денешься. Понимаешь, футбол на этом стоит, поэтому все равно пытаешься подобрать упражнения, чтобы что-то в цикл... Ну смотри, ты такой выносливый был, получается, и ты такой думаешь, дай поеду в Англию поиграю. Был такой период у тебя? Нет, я очень хотел поиграть в Англию. Ты что, я очень хотел, потому что для меня это топовый чемпионат. Это любимый чемпионат был? Самый любимый, самый топовый и самый... Манчестер? Манчестер? Нет, ну Манчестер понятно. Ну я же, слушай, я же понимал, что после Криштиана Роналду я и до этого понимал, что достигнуть там... А, ты после 7-1 заведел в Англию? Нет, нет, нет. После, я тебе говорю, дело не в 7-1, просто ты адекватно понимаешь, хотя бы в какую-то команду, там, Вестхэм какую-нибудь, неважно, знаешь, какую-нибудь нижнюю, там, десятку попасть, реально, наверное, было бы, да, с моими, может быть, возможностями. Ну, я тебе говорю, шанс не выпал. Всегда был за ребят рад, всегда следил за Ромой, говорю, Павлюченко, за Белядиновым, всегда, да, там еще то поколение, еще Андрей Кончинский, когда играл, Юра Жирков так тоже, следил за ребятами всегда, хотелось посмотреть, как они на этом фоне, ну и что они? Вообще нормально. Что Рома здесь колотил, что Юра там убегал, как в чате Россия убегал от всех, так и там убегал. Беляш там неплохо, тоже у него некоторые матчи. Ромович убежал тоже, в теннис поиграл, убежал. Просто, знаешь, и ты понимаешь, когда смотришь, что ребята, вот они с тобой недавно играли, ты понимаешь, что тоже был бы, выпал бы шанс, может быть, и зацепился бы тоже. Но ты легионеров, типа, так, да, не очень, как я? Я, ну я к ним, знаешь, я, опять же, отношение к делу, когда это нормально. Ты проверял себя, да? Нет, в Рубине-то я вообще, ты что там, вообще, я говорю, меня Бекич тренировок выгонял. Искренно? Ну, у меня забрало, падало, ну, да. А падало в какой период, типа, из-за чего? Ну, такие же спорные моменты-то, всякие. У меня тоже самое. Да меня это задрожал, когда они начинают махать, там, знаешь, вот это, вот это, вы на поле останавливают, демонстрации вот эти. Я вот это вообще никогда не любил. У меня момент был с Фернандешем, с Бусфа, я, по-моему, рассказывал. Играем квадрат, просто держим, и Между кидает мне Бусфа, маленький такой, и он мне кидает, и они ржать начинают. И я такой, ну, так и ладно, да. Поржали. А у самого уже все, там, в створке опустились. Да-да-да-да-да. Думаю, жду момент. Тишка там еще что-то. Просто в стыке начинают жестче идти, да. И все. Причем, когда мы с кисей рубились, два друга, два кинта, когда мы на бровке, я справа, а он слева ставил бикись, мы с ним рубимся, щитки летят в сторону. Ничего, нормально все. Как только дорогой легионер тронут, все так, по кругу. Там бабки в ложек, конечно. Ребята, ну, мне кажется, это правильное дело, Дим. Потому что, если их там распустить, ребят, ну, не будет. Вот как кулак был в ЦСКА. Нет, нет, 100%. Да, Березусский, Акинфеев, там, ребята, у них там, ну, правильно, легионеры были тоже, но они тоже этих бразильцев там. Они понимали, что вот есть костяк российский, поэтому надо отношение к делу прежде всего. Поэтому только из-за этих побуждений не хотелось ни с кем, там, наоборот, я говорю, я всегда за коллектив здоровый. Но когда люди пытаются, там, знаешь, там, ну, были реально моменты выше себя ставить, но это вообще неправильно. Это ни в какие ворота не везет. Себя выше команды. Я вот это вообще не приемлю. И сейчас то же самое. Будь то легионер, даже не важно, кто это, знаешь, там, наш игрок, легионер, не важно. Ну, когда там ребята, которые приезжают и так начинают себя вести, ну, нам просто, мы просто не сработаемся, это не пресечем. Дмитрий Мечков. Знаете такого футболиста? Конечно. Ну, вот он рассказывал, что в быту вступали за одного игрока. Ну, я такие подвиги не помню уже. Ну, это, этим игроком был Артем Дзюба, который якобы украл кошелек у Быстрова. Именно в том случае вы вступили за Дзюбу. Не, ну, там я вступился, потому что была ситуация, для меня непонятная, когда нету в гостинице ни камер, нету наблюдений, ничего, да, там, то есть, как бы на Артема там эту ситуацию скинули, на Артема, а, как бы, знаешь, скажу юридическим языком, доказательной базы нету. Есть домыслы, какие-то доводки. Нет, понимаешь, ну, в Австрии отель камер нету. Была бы камера, все вопросы обснялись. Было или не было, понимаешь? А так, уравнение с тремя неизвестными, так образно говоря, да. Вот, и поэтому, конечно, я в тот момент действительно там заступился, потому что, ну, на парня... Стремно, когда все накинулись на одного. Да, я это... Опять же говорю, я эту историю вообще не понимаю, как она произошла, и что там вообще, кто прав, кто виноват, и было вообще ли это. Вот, поэтому и обсуждать я ее не хочу, но в тот момент, действительно, я говорю, как можно доказать, что он взял из этого кошелька какую-то там сумму, там еще что-то. Я говорю, хотя бы что-то предъявить можно? Ну, вот только из этого, я говорю, поэтому это было абсолютно несправедливое обвинение, а все остальное дело, как бы, это уже... Это только два товарища, наверное, знают, было или не было. Ты суеверный, как игрок был? Что-то были какие-то у тебя? Слушай, я... Да, я тоже, слушай. Или самое странное, что ты видел, что люди не были, типа игроки в спартаке? Я, знаешь, я был действительно достаточно такой суеверный, какие-то приметы там бывали, да, там надо кофе попить обязательно в автобусе поехать, там, знаешь, вот такого плана, вот что-нибудь такое придумать себе, там посидеть, программку почитать, полчаса в одном месте, чтобы подфартило забить. Было такое, но это бред. Слушай, сейчас я понимаю, что я сейчас такие вижу ритуалы, Дим, е-мое, е-мое. Я тебе говорю, мы там это, ножницы кто-то не берет в руки в день игры, но я тебе просто говорю, сейчас такие ритуалы, что это вообще, только не хватает это. Расскажи. Вот этих пригласить еще пару танцоров, да, чтобы они тебя обдымили, вот это бубенцы побили, сейчас только этого не хватает. А что самое интересное, вот сейчас, очень интересно, какие сейчас... Да я не хочу задевать чувства верующих, честно говоря, потому что, ну, знаешь, все это индивидуально, вот. Не, ну, хотя бы аккуратно. Странно, что священник в нашей программе решил не говорить об этом. Да, принесите мне кадила, я похожу. Вот. Не, я как бы там ничего не могу нам благословить. Говорят, что, как бы, атакующие игроки сильно зависимы. Кто чувствовал тебя лучше всего на поле? Не, ну, у меня было таких два аксакала, это был вот Олег Синелобов и Юра Хурманец, был такой футболист, мы в Фиме вместе, он уже тогда ветераном был, в Мефиме играли вместе. Там, ну, там, во-первых, понимание игры само, знаешь, там научили игру понимать, правильно, то есть он говорит, вот идет мне передача, ты уже начинай набирать, вот я уберу и вторым тебе отдам. Сейчас такого уже нету, понимаешь, они тебя учили не только там правильно открываться, то есть ты смотри на меня, что я делаю и действую, знаешь, вот отталкивайся от моих действий, ты уже должен начинать действовать. Вот эти были два вот этих советского поколения футболисты, ну, они так вот это мне разжевали фланговому игроку, вот настолько, ну, ты, это вообще, ну, знаешь, как тебе сказать, против этого нет оружия. То есть мы вдвоем синхронно работаем, то есть он вот обрабатывает мяч, пока он обрабатывает, я уже начинаю идти, то есть я уже набираю скорость. Игрок, по идее, который мой визави, он, по идее, ну, в статическом состоянии, в таком, плюс-минус, а я уже набираю, и он уже вторым касанием отдает между игроков, а я уже все, я уже первым, никогда не догонял мой визави меня во фланге. Столько с ними, так было с ними интересно играть, но потом это вот Егор, кстати, по-моему, ну, понятно, что ты игрок, и ты, я когда-то под нападающими. Я когда-то в дубле был с Ромашенко и Цибаларем, они мне рассказали, вот как ты еще рассказал, они также рассказали про спартаковские забегания. Вот этот стиль, да, Цибаларь, и он просто объяснял, что вот как только ты вот этим боковым зрением увидел, что только появился игрок в этот момент, это давай, все, там уже защита не успеет никак. Я это запомнил, я это примерил. Вот я говорю, и вот ты спросил, как бы, флангу, не фланговому игроку, вот с такими я оказался, я, понимаешь, я там, ну, я голевых передач там по 15 за сезон, там минимум, потому что только выхода по флангу. Да я начинал снимать-то, блин, я не помню, в «Спартаке», я в Рубине не снимал. Можешь я забить, снять, пожалуйста? Мне понравилось, что в ответе на этот вопрос ты не стал вспоминать каких-то «Спартаковских» своих одноклубников, а вспомнил аж оттуда. я потому что, нет, я просто помню, понимаете, ребят, понимание игры, вот это, вот что важно, вот что сейчас не хватает многим командам, там, знаешь, вот с молодыми работающими ребятами, вот понимание игры, вот это, понимаешь, там вот на каком-то, ну, ты поймешь, о чем я говорю, ты тоже там играешь, это на каком-то другом, когда ты начинаешь играть вот на другом уровне, где за три хода вперед, ты начинешь за четыре кода, когда, понимаешь, вот это все соединяется, ты получаешь сумасшедший футбол, вот это, ну, это мы сейчас в Лиге Чемпионов наблюдаем, такие вещи. А это наигрывалось на тренировках прям у нас? Вот именно, ты понимаешь, что это мы сейчас, вот сейчас современный тренировочный процесс, вот это все мы наигрываем, зоны делим, да, там, это постепенная атака, быстрая атака, там, позиционка, мы крутим, мы, да, там, стараемся, вот в этой зоне так мы играем, вы двое можете выходить, вы не можете, чтобы они понимание было, когда, при какой, да, ситуации развитие производить. А раньше же не было таких тренировок тематических. Раньше вот эти ребята, вот мы, что, мы там, квадрат поиграли, футбол побили, и футбол, ну, побили поворотом, и футбол поиграли. Понимаешь, но это вот это было все, это вот они, вот пацаны, вот это советского поколения, это объясняли все на раз. Вот не было тренировочных процессов. Я говорю, мы там, иной раз там, знаешь, там, понедельник собрались, так, вторник, среда двухсторонка, четверг, там, пять, суббота, игра. Вот как мы сейчас выход из обороны тренируем. Понимаешь, мы вообще этого никогда не занимались. Я не помню, в девяностых, вот когда... 21 Крым вышли, блядь. Да. Попробуй, блядь, не выбегли. А раньше не разыгрывали. А раньше вратарь Гоняло был, ё-моё, вратарь раньше... Какая позиция, какой выход из обороны? Он руки взял, все убежали, он опять кинул. Все побежали, он опять в руки взял. Пацаны, все отлично. Сейчас так команду можно, я говорю, столько есть упражнений, можно, ну... Ты на стажировке же ездил еще, да? Ну, я был у Павловича на стажировке, у Семина я был на стажировке, я был у Калитвинцева на стажировке в Динамо, я был у Курбан Бикиевича на последней, когда на про учился. То есть это, ну, все, свой подход. Курбан Бикиевич сильно изменился треночный процесс тоже. Ну, много современных упражнений, все идут в ногу со временем. Потому что у нас таких не было в Рубине тренировок. У Павловича изменилось? У Павловича... Сам ответил. Я говорил, были интересные упражнения, нормально. Нет, у меня конспекты есть, я даже там пару упражнений для себя пользуюсь. Ну, я их знал, как бы, но в этой вариации мне больше понравилось. У Павловича было. Ну, там и помогали ребята, были уже такие молодые, современные. А если мировой футбол взять, кто тебе из тренеров ближе всего? Ну, я уже отвечал много на этот вопрос. Конечно, мне нравится. Клопа, Гвардиова, как и многим их футбол. Как тебе сейчас Байер? Слушай, ну, там будут качества всегда, что и игроков, и тренерская работа видна. Ну, мне вот... У меня, понимаешь, я просто ищу Клопа и изучаю еще со времен Боруссии Доркмурской. Поэтому я с Клопом давно как бы дружу. С книгами его. Мне литература приходит, я заказываю с Европы тренировки. Ну, правда, на иностранном языке, но оттуда, да. Как бы там переводишь, сидишь. Ну, много интересного. Поэтому Клопа я давно поклонник Клопа. В России есть хорошие тренеры, с которыми хотелось бы именно в каком-то рабочем... в рабочем процессе повзаимодействовать? Ну, из современных, а с кем я с современных работаю? Из тех, кто из 16 клубов Премьер-лиги. Федотов, да, наверное, из наших российских специалистов. Мне было бы интересно посмотреть подход его. Осенькин? Осенькин. Осенькин я хорошо знаю еще с Чертановой, его командой. Мы играли еще в Иваново выходили. Они выходили, потом мы вышли на следующий сезон. Вот, Чертанова открыли. Ну, у него вообще интересные команды. И вот это самое интересное, конечно, это создание большинства всегда. Вот так интересно. Крайние защитники там подключаются как крайние нападающие, потому что это еще футбол прослеживался, когда мы играли товарищеский матч в Самаре. Я на это обратил внимание. Очень интересно. Крайние защитники подключаются. Ну, авантюры, конечно. Ну, качество футболистов, да, хорошее. Да, я так думаю, два центральных защитника остаются и так высоко поднимаются. Но, правда, в эту зону там опорники заходят. Либо, да, то есть очень интересная вариативность вот этих созданий преимущества Осенькина. Вот. Ну, Осенькин и Федотов. Вот это два специалиста, к которым бы я поехал с удовольствием постажироваться, посмотреть, как они работают, их подход. А мог бы вторым тренером стать? В Премьер-лигу с удовольствием бы пошел бы вторым тренером. А в Медийную? В ФНЛ. ФНЛ, ФНЛ. Генеч уже прям едет, я думаю. ФНЛ, да. ФНЛ уже хочется главным. ФНЛ, вторая лига, уже все. Уже когда сам поработаешь, уже нет. В Премьер-лигу с удовольствием набраться опыта какого-то и дальше двигаться все равно хочется главным. То есть стать помощником, как бы, такой сейчас задачи нет. То есть сейчас пока молодой, желание, эмоций полно, работать, как бы, это да. А потом, может быть, когда будет там лет? Цать. Может быть так. А там, наверное, вообще уже не захочешь. Ты приходишь к главным тренером, например, в команду ФНЛ. Сколько по времени тебе было комфортно работать с командой, чтобы уже давать результат? Ир, хотя бы сезон поработать. Ты понимаешь, у меня два захода в ФНЛ, два захода, самый низкий бюджет, то есть команды-дебютанты со второй лиги. То есть, ну, сложновато. Понимаешь, фактически, что Иваново, что Саратов. У меня был короткий летний период. Вот у меня в Саратове за две недели было 14 человек всего. За две недели начала чемпионата. И понимаешь, когда ты даешь результат, априори, я понимал, что у нас будет сложная ситуация, потому что, если пойдут травмы, карточки, я столкнусь с ребятами, которые как бы, ну, вообще тяжело с ними будет пока. С ними надо еще поработать. Я вот с такими ситуациями сталкивался, понимаешь. Ну, и вот и что. Я зимой два раза пошел на выход. Я говорю, ну, к чему? Я говорю, я не жалуюсь, все по делу, тренер всегда там виноват, вопросов нет. Ну, вот ты говоришь, да, там вопрос, дайте хотя бы сезон поработать с командой. Но они тоже там, с их стороны, я тоже их могу понять. Им, у них задача остаться. Они начинают метаться, руководители, министры там, эти спорта. Вот, Дим, об этом ты и речь. Я их тоже могу понять, их сторону. То есть надо тоже крутить, не только свое смотреть, полушарие, но где-то развернуться и здесь посмотреть. Поэтому в этом плане я человек объективный. Я понимаю, на них давлеет результат, с них требуют, с них это, надо достаться, что делать? Блин, тренер, результат, ну, нас не устраивает. Типа, вот команда поплыла, свалилась. Да, ну, надо, надо, надо вмешиваться. Ну, естественно, самооперативное вмешательство это тренер. У тебя же была ситуация, когда ты добивался результата с родиной, возьмем родину, где-то добился. Я знаю, там, многих игроков, которые ты тренировал, они довольны были, все нравилось, и дальше тебе не дают рвота. По какой причине? Типа, мне сейчас этот вопрос был. Ты добился, ты вышел в первую лигу, да, вышли с ними? Да, в первую лигу, да. Ну, во-первых, хочется отметить родину, очень хорошие там условия. Сергей Александрович создал Ломакин, супер вообще. Доктор крутой. С такой, да, доктор классный к вам перешел, кстати, Викторович, большой привет. Мы общаемся, дружим до сих пор. У нас очень дружный коллектив был, мы до сих пор со всеми, я общаюсь, вообще отлично, потому что так, не часто так бывает. Вообще, само предложение, там Алексей Николаевич Зин меня пригласил, я ему благодарен, классные, классные, классные возможности. С этой командой, ну, с такими командами классно работать. Условия, соответственно, да, у тренера голова по многим вещам не болит. То есть, там только треночный процесс, треночный процесс, вот это все. Ребятам очень благодарен, пацаны хорошие, вообще молодцы, хороший коллектив. Сложно создавалось, но создали хороший коллектив, я считаю, были трудности, были тоже шероховатости, но пацаны поправились, правильные попались, нормально, есть результат, выход, ФНЛ. Ну, бывают такие моменты, наверное, в жизни, я не стал, знаешь, как бы у меня состоялся разговор, я не стал выяснять причины. Вот. Как бы до меня доходили слухи, что хотели взять тренера более опытного, который решал задачи, который работал в РПЛ. Как бы вот такое я слышал. Все остальное, другое, ну, не знаю, ну, есть моменты, сработались, не сработались, да, может быть, я в чем-то не устроил. Ну, я очень рад, что мне удалось добиться с родиной, прежде всего, результат дать. Вот, это прекрасный опыт, это очередная копилочка, багаж тоже, никто этого уже не уберет, не сотрет. То есть, очередную команду вывел, ФНЛ, второй раз уже до родины, до этого Иванова. Вот. А все остальное, как тебе сказать, очень хотелось, конечно, поработать, потому что, ну, сумасшедшие условия, можно, знаешь, как самому расти, как тренер, и двигаться дальше. Ну, это жизнь, Дим. Много в жизни всяких моментов, вон, Ивича убрали, что это справедливо? Ну, мне кажется, это несправедливо. Но, там, главный принимает решения, человек вкладывает свои деньги, он вправе принимать любые решения. Родина, то же самое. Есть главный человек, который свои средства вкладывает, сделал прекрасную академию, сделал прекрасные команды. Родина молодежная, твоя Родина, да? Родина во второй лиге, отличная, отличная последовательность, отличный проект на развитие. И человек имеет право принимать любые решения, это его деньги, его вложения. Я свою работу сделал, мне за свою работу не стыдно, контракт закончился, пожали руки и пошли двигаться все дальше. У меня еще такой вопрос к Денису Константиновичу тренеру. Вот в третий раз будет ситуация, в которой приглашают в команду, а там 14 человек, какие-то проблемы, еще что-то, уже на стартовых позициях. Согласится Денис Константиновичу тренировать? Пойду, пойду, потому что конкуренция сейчас очень высокая в тренерском цехе, потому что возникают варианты, и я там знаю, помимо меня идет по 15 человек, кандидаты. То есть сейчас надо за работу цепляться. Если команда будет с задачами, неважно, обязательно пойду, потому что надо работать, потому что большие паузы тоже неприемлемы. Хочется, конечно, уже... У тебя же сейчас пауза получается? Пауза, да, сейчас пока пауза, да. А ты сталкивался с лимитчиками? Да, это головная боль. Вот. Это головная боль для тренера, решающего задачи, поверьте мне. Лимитчиками хорошими кто располагает? Локомотив Казанка. Отличный, когда я с ними еще играл. Ну, там все премьер-лиги. Дим, Тугарев, Магиев, Репчинский, я тебя назову, там еще и помимо них, Куликов, там все, кто был в Казанке, они все в премьер-лиге практически, 80% пацанов, кто играл в составе. Реально в Москве лимитчики лучше. Но там другая проблема. Я вот хотел из «Спартака-2» лимитчика пригласить. Парень сидит на лавке. Не отпускает? Нет, почему не отпускает? Он сам не хочет. Сам не хочет. Я говорю, вот в чем разница. Он говорит, а что, говорит, я пойду? Я, говорит, тут сижу, получаю. Мне, говорит, что мне ехать в Иваново? Я говорю, да я тебя играть зову. Я говорю, ты с таким отношением ты через 2-3 года закончишь. Ты приходи ко мне, поиграй. Вот у меня был, вы все знаете, Иннокентий Самохвалов. Да. Да, конечно. Он же был у меня в Иваново, царство небесное. Он же у меня в Иваново был. Он же был не нужен в Казанке. Он у меня отыграл сезон, начал забивать голы и ушел в Казанку обратно. Ну, уверенность. Его забрали, да, его забрали, обратно позвали. Вот, к сожалению, трагедия такая, потому что сколько мы с ним ездили до Иваново вместе на машине моей, я его в мультищик забирал, и мы вместе с ним это. Вот, ну, трагедия. Парень вообще просто классный. Ну, трагедия, действительно трагедия. Вот он был правильным лимитчиком. У меня вопрос еще про ребят, которые тоже хотят играть. Ну, точнее, их родители хотят, чтобы дети играли. И которые приходят, предлагают деньги за то, чтобы вы взяли в команду. Такие случаи тоже были. Было, было такое. И предлагают деньги. Да было такое. Как отказать уважаемым людям? Да сплошь и рядом, е-мое. Как отказать? Ну, какие? Уважаемых людей, как бы... Уважаемый человек, во-первых, не знаю. Ладно, не будем сейчас это. Бывало, предлагали, но я не понимаю, знаешь, вот этих родителей, я не понимаю, которые всеми правдами и неправдами хотят засунуть. Вот его везде уже отказали. Ну, возьмите хоть за деньги. Я говорю, вот вы мне скажите, вот вы реально среди них не то, что уважаемые люди, но люди, которые реально добились многого. А что я веду? А у меня постоянно вопрос возникает. Вам кто-то помогал? Вас кто-то сувал? Нет. Ну, а смысл? Ну, возьмете, засунете вы его. Ладно, не ко мне. Ну, я с этими делами как бы вообще... Я говорю, вот, приходите на просмотр, соответствуете, добро пожаловать в команду. То есть, ну, как бы на данный момент я даже близко это не приемлю, естественно. Не знаю, когда станешь опытным тренером, Дим. Не, подожди. Ну, типа, такой аккуратно. Квартира. Вот. Какая во второй лиге, ебаная, квартира? Хочу четвертую квартиру. Не-не, ты правильный вопрос задал, потому что, действительно, я вот не понимаю вот этих родителей, которые хотят с ними неправдами засунуть, но он не будет двигаться, даже в этой второй лиге. Ну, во-первых, что его ждет, если он слабый? Что его ждет? Презрение команды его ждет прежде всего. Он внутри коллектива столкнется с отношением таким. Да, потому что... Да нет, потому что команда, это все все знают, кто еще за скукает. Если знают больше двух, поверь мне, там тот болтанет, тот болтанет, а потом еще это слухами обрастет такими, что еще скажут, что квартиру дали, е-мое, ты правильно говоришь. Поэтому я не понимаю, зачем это, зачем парня засовывать за деньги, да пусть занимается какой-то другой профессией, зачем идти, два года он поварится максимум, и потом сам сожрет, сам скажет, папа, да нафиг мне это надо было, нахрен я мучился, сейчас историю скажут, нахрен я мучился, ты мне, говорит, два года жизни потерял, я уж пошел бы, образование получил какое-нибудь. У нас чудак один приехал, он просматривает. Блин, это да. Вот, ну это, ну мы же понимаем, мы же футбольные люди, мы же видим, что вообще, это парюга, да я не хочу, где вы рассказываете, там все серьезно, ты сейчас все поймешь. Нет, я тренер был. А, ты тренер? Да, к нам приехал парень на просмотр, причем через эту таганку, там как-то это, ну, было такое. Вот, и, ну мы смотрим, парень вообще классный, бьется, старается, ну, в плане футбола, ну, вообще пипец, ну, просто. Ну, и реально на просмотр, ну, прям реально мы попросили, таких, кстати, тоже много, такие приезжают пассажиры, их после разминки отправляешь. Но дело не в этом, такое тоже у меня было один раз. Ну, правда, не я был главный тренер. Ну, там вообще. Ну, просят, ну, бывает, знаешь, ну, есть вот такая... И он, ну, раз, и там, ну, два дня там потренировался, там, ну, все-таки, ну, надо посмотреть. Ну, бывают такие случаи, уважаемые люди, как ты сказал. Вот, и раз к нему подходишь, спрашиваешь, слушай, а ты скажи, ты как бы футбол-то занимался? Да нет, я в основном кикбоксер, так, кикбоксерчик. А что ты это, футбол? Да я посмотрел тут это, мне так понравилось это, говорю там, это, папе сказал, говорит, хочу футбол. Кикбоксинг что-то это, пойду в футбол. И вот он 9 лет из кикбоксинга пришел в футбол попробоваться. Не, вот такие приезжают на просмотр. Не, просто я говорю, ну, есть такое, ну, смешно, ну, не то, что смешно, ну, просто непонятно. Я знаю, что в «Соколе» были такие игроки, у которых семьи, они прям вот приходили другие игроки, они такие, вы, блин, должны на поле умирать, потому что нам нужны эти премиальные. Вот, когда ты работал, как раз-таки были такие, скажем, чуваки, которые могли внутри команды настроить всех? Ну, конечно, у меня были там Артем Молодцов, я с ним еще в «Торпедо» вместе играл, у меня там был Федоров Ротарь опытнейший, тоже Артем, кстати. Тема был, два Артема, у меня были опытные ребята, ну, они там раздевалку держали, ну, больше Федя, конечно. Вот, ну, ну, сейчас, понимаешь, сейчас, как тебе сказать, вот если на нас это было действенно, там, старик там ряфнул, подсказал, было какое-то уважение, ты все равно, да? Мне сейчас кажется, вот им там пацаны глотку рвут, они не понимают. Я уже там включаюсь, говорю, парни, ну, вы, понятно, вы не семейные там, я вас понимаю, там это, ну, вы понимаете, вот Федя, вот мы, ты вчера там это, не добежал, забили из-под тебя, ты не включил вот эти жилы, не добежал, забили, 2-1 мы попали, Федя не донес там йогурт ребенку, игрушку не докупил, а ты молодой, у тебя немножко, я говорю, вы вот в этом плане, говорю, взрослеете, я всегда вот эти молодежи саратовские, да и не только ей, я им всегда говорю, парни, вы не забывайте, что для вас это, да, игра, а для кого-то это действительно важные там деньги, премия, он на эти деньги пойдет там. Ответственность. Вот эта ответственность, вот ее хочется повышать. Вот это, вот сейчас очень много такой безответственности, знаешь, а когда она коллективная еще, это вообще плохо. Ну, они сейчас своеобразные, они немножко другие. Прийти тренеру сказать, почему я не играю в составе, для меня это вообще непонятно. Да не, ну, потому что, нет, ты можешь спросить, Константинович, чем поработать, может, что-то не так. А когда там, знаешь, там, ты приходишь, а что я не играю, а что я насрал где-то там, или там еще что-то, я говорю, да подожди, еще твое время придет, наслешься. А ты никогда не играл? Так и получилось, е-мое. В итоге так и насрал, так и получилось. А ты никогда не приходил в тренеру? Никогда. Один раз, знаешь, у меня была один раз ситуация, ну, извини меня, я уже был зрелый игрок, меня позвали из Спартака в Сатурну, вот, и один раз я действительно... Это еще часом? Нет, это был Сатурн Раменская, Гордеев Андрей тренировал. Вот, и как бы Андрей Львович, я подошел, единственный раз я подошел к тренеру за всю свою карьеру, я спросил, я говорю, зачем же вы меня из Спартака дергали с контракта, если я сейчас получаю игровую практику меньше, чем в Спартаке? Я шел играть, а тут такая ситуация. Ну, мы-то, он мне объяснил, но опять же говорю, из-за чего все это. Вот, понимаешь? Ну, это ты поймешь, опять же, когда окажешься в тренерском кресле. Поэтому у меня тоже на него там никаких нет моментов. Он тогда как тренер, он был прав, совершенно, абсолютно, по отношению ко мне. Хотя, есть вопросы. Про Томск быстро. Ну, давай про Томск. Я вчера созванивался с Саланом Гатагом. А, да, 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 с Саланом играли. И я говорю, знаешь, что такое? Он говорит, да, говорит, он говорит, ну, говорит, сразу спроси про охоту, спроси, как мы снизили в детский дом, когда он подкат сделал молодого игрока, говорит, и я за ним тоже вкатился и сломал в ногу все, или что, он нам галик повредил. А, галик, он как раз... Это что за история? Вообще в школе вы пошли, типа, это что? В Томске в Томске, подожди, что-то было в Томске. В Томске какую-то школу вы пошли? Было, было. Может, я подсказнулся тогда, а не подкатывался? Нет, он говорит, занялся, говорит. Гатагов, Портнягин отправились в Томску школу на открытый урок футбола. Ага. Там захотели поиграть в школотой. А меня-то нет там? Или есть? Тоже есть, да. Так он мне говорит... Вдруг дети стали возить трех игроков РФПЛ. Ну да, мы там что-то было... У футболистов сыграла гордость. Они решили играть уже жестко. Сыграли так, что боярецов порвал штаны, а... Это где такое? Штаны погланы были. Слушай, не могу вспомнить, был подкат, нет? Может, было? Нет, ну Гатаг Гатаг забил гол сумасшедший какой-то в Нальчике через себя. Да, и потом он сломался. Что-то мы ржали еще. Мы только вылезать начали с Томска. У нас прибили, правда, в Нижнем и в Самаре просто жестко нас убили. А подводная охота, ну это уже нашумевшая там в Томске, что раздолье там. Рыбалка, охота подводная. Просто класс. Мы рыбку часто ели. Эту. Мою. Щука с котлетой вообще. Это было у нас это. Дежурное блюдо. Чувствую запах. Да, ну в Томске вообще классно. Ты же был в Томске. Да, конечно. Там здорово, что база за городом. Комары. Я же УАЗик там купил, я уже рассказывал. Я же там УАЗик купил, е-мое. Я же это, я же приехал на базу, а там девчонки, знаешь, а я рыбы притащил, что-то ночью пошел, туда вниз же спускаешь, там же пройти надо, но ты меня поймешь, о чем я. Да. А девчонки мне говорят, откуда рыба типа? Я говорю, да вот я сходил приходил. А я же там пешком, ты же помнишь, там надо с лестницы спуститься, через поля пройти, да, и это и река. Причем там с этого не зайдешь, там берег крутой, а я еще туда дальше в кусты, по кустам еще, и там нормально. Я думаю, что медведей 20 прошел, как бы просто они спали. Слушай, я тебе говорю, я это, я поехал на следующий день УАЗик купил, я уже подъезжал на УАЗике к реке, я думаю, нафиг надо, блин. Но там реально медведи. Тигры в Казани, медведи в Томске. Нет, с Казанским Тигром это все помнят эту историю, мы неслись тогда, я помню, в автобус. Давай, Блиц еще. Блиц. Давайте, Блиц, да. Блиц от наших партнеров. Я могу отвечать, да. Из Винлайн. Да, давай, помогай мне. От наших партнеров из Винлайн, которые делают разницу. Или-или. Отвечать надо быстро. Летняя или зимняя рыбалка? Летняя. Поплавок или спиннинг? Спиннинг. УАЗ или лендкрузер? УАЗ. Похудеть или отрастить волосы? Похудеть. Что придумал, что ли? Черчесов или Карпин? Черчесов. А Баскалий, Лаудруб? Лаудруб. Павлюченко или Дзюба? Павлюченко. Попить пиво или сходить в баню? Я футбол забыл. Все вместе. Футбол, пиво, баня. Уже был лозунг этот. Пиво на стадионах или отменить фанайди? Лучше оба момента. Отменить и пиво разрешить. Секира или меч? Лучше секира. Древний норвежский воин. Для меня есть. У меня есть просто. Мне дарили на 30 лет, я помню. Отдать красивейший навес на гол или самому забить из вратарской? Лучше отдать, чем из вратарской. Лучше с 35 забить, а лучше отдать, чем с вратарской забить. Обычно я не забивал из вратарской. Как Бажен. Помнишь, что он с кисветкой? Нет, я таких не был. Сезон в Англии или стать чемпионом со Спартаком? У-у-у! У-у-у! Это да! Викинг! Так это надо быстро отвечать. Нет, стать чемпионом, конечно. Со Спартаком чемпионом стать, однозначно. Кузьминки или Москва-Сити? Кузьминки. Прудников или Баженов? Оба хороши. Но надо одна выбрать. Оба! Одным словом сказал. Блин, не знаю. Оба нормальные. Да Бажен. Да Бажен, да Бажен, да Бажен. Как из них выбрать, а не такие красавчики оба, вообще, что один, что другой. Ну ладно, давай, Прудников. Бажен меня простит, а Прудников нет. Да Бажен сейчас тоже приедет, кстати, с Геничем вместе. Пора уезжать. Это, во-первых, да. Кто должен тренировать Спартак? Русский или иностранец? Русский. Кузьмич или Барзыкин? Это какие-то блогеры, я, честно говоря, не знаю. Не того. Какого-то знаю. Подожди, Кузьмича, по-моему. Юра зовут Кузьмича? Юра Кузьмич, ага. Все. Какую команду никогда не пойдет тренировать бояринцев? ЦСКА или Зенит? Почему не пойду? С удовольствием пойду. Что за вопрос? Сейчас. Это профессиональная уже тема для меня. Какой выбор? Ну тут нет ничего даже такого. Пойду любую тренировать. И ту, и ту, если позовут. Когда-нибудь, может быть. Хорошо. Последний, самый легкий вопрос. Еще раз пойти на подкаст к Бодрову или в Плохие футболисты? Плохие футболисты, это что? Это то, что у нас. Это у вас команда Плохие футболисты, вы называете? Ну да. Ну, я знал бы название, не пошел. Вашим, вот ваш продюсер меня уговаривал, блядь. Уговаривал все. Так мы это, почему мы здесь сидим? И что, куда нам пойти? К Бодрову или к нам? Второй раз. К вам приду, нормальная компания. Через годик здесь же. Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Спасибо. 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 Спасибо.